Вечер, уважаемые коллеги, здравствуйте, и мы снова с вами на прямой линии в марафоне «Прямая линия с элитой Фаберлик». Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Вот я вижу, уже Александр Бутенко поставил десяточку, это здорово, поэтому кто меня видит, уже ставит десяточки, плюсики. Спасибо вам огромное. Значит, мы с вами, значит, мы в эфире. Ну что, сегодня у нас такой большой завершающий день, и мы начинаем подключаться к Инстаграм, и сейчас я захожу в Инстаграм для тех, кто ждёт ещё из Инстаграма наш канал «Вещание», и сейчас, буквально совсем минуточку, мы с вами ещё и присоединимся в Инстаграме, соберём всю ту большую гвардию наших подписчиков, наших коллег, друзей, партнёров, которые сейчас зайдут с нами вместе на марафон «Прямая линия с элитой Фаберлик». Добрый вечер всем, кто подключается к нам. Мы рады вас всех приветствовать. Мы просто счастливы и безумно рады, что вы сегодня вечер проведёте с нами. При этом этот вечер пролетит незаметно, я точно знаю. У нас сегодня мы приготовили для вас такие маленькие фишечки, которые вы сможете взять с собой. Для кого-то это, может быть, будут немаленькие, для кого-то это будут даже очень весомые подарки. И я думаю, самое главное, наверное, это проникнуться сейчас в то слушание, в то вещание, которое будут посылать вам наши спикеры. Сегодня у нас не один гость, сегодня у нас целых шесть гостей, включая меня. Я тоже буду немножечко ещё и таким гостем, который тоже будет делиться с вами своими размышлениями, своими пониманиями того, как устроен этот бизнес, и как сейчас, именно в этот период, в эту вот новую такую волну, пока, наверное, волну такую более притихшую, но тем не менее готовящуюся к большому подъёму. Вот как её выстроить правильно и грамотно, как не сдаться ни при каких обстоятельствах, как сделать так, чтобы ваши структуры разрастались, чтобы ваши люди чувствовали себя уверенными, счастливыми, успешными, и действительно не просто чувствовали, а имели этот успех вместе с вами и разделяли вместе с вами все прохождения таких тернистых троп к большому успеху. Да, сегодня время такое не очень, может быть, благоприятное с одной стороны для роста, но с другой стороны это даже очень интересное время. Мы живём вообще в эпоху перемен, и как у китайцев говорится, и у японцев, такой посыл, чтобы вам жить в эпоху перемен. И мы, конечно, в эту эпоху попали, у нас перемены за переменами, у нас меняется всё в этом мире, в этой жизни, и мы как раз те люди, которые, ну, наверное, хотят ещё как можно больше сохранить различных тех нами, уже прожитых ценностей, которые с нами на протяжении всей жизни или сформированы были ещё и в семье, в общем-то, идут не только в нашей жизни, но ещё и в нашем бизнесе. А в нашем бизнесе это особенно важно, потому что в нашей компании есть пять принципов, по которым мы живём. И эти принципы очень важны для каждого консультанта, лидера, драгоценного директора, топ-лидера компании. Поэтому мы с вами сегодня вот такой завершающей хорошей точкой послушаем вот таких сильных спикеров с хорошими прям суперрезультатами, которые живут вот именно сейчас в эту эпоху и офф- и онлайн-бизнеса и умеют грести двумя вёслами. А это очень важно, уметь грести двумя вёслами. Итак, я вижу, что основная масса уже присоединилась к нам, и основная команда всех наших коллег, партнёров и друзей, наверное, уже готова нас слушать, и мы начинаем. Если у кого-то нет изображения, звука, то мне поставили десяточки, что нас видно и слышно хорошо. Это значит, смотрите вы себя, где-то у вас в настройках, нужно сейчас подредактировать. Поэтому добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья и партнёры. Мы начинаем наш марафон «Прямая линия с элитой Фаберлик». Завершающий день, завершающая точка. Итак, кто меня не знает, кто зашёл случайно, меня зовут Светлана Заварухина, я национальный директор компании «Фаберлик». И сегодня я ведущая этого замечательного, заключительного марафона. И приглашаю я нашу первую замечательную звезду. Звезду, которая в нашей спикерской сегодня команде, элитной командой. Сегодня у нас будут Анна Кононова, Марья Мумарова, Николай Андрейко, Фарангиз Джафарова, Мирлан Батырханов, ну и я, Светлана Заварухина, вместе с вами на протяжении того времени, которое отведено на марафон, примерно час-полтора. Потому что, ну, когда наши спикеры действительно в обходят вот в такую большую энергетическую амплитуду, они посылают вам и отдают вам всё, что на этот момент хотят сказать. Поэтому слушайте их внимательно. И, конечно, у нас у всех есть ограничения во времени, но если даже мы чуть-чуть вышли за предел этого временного промежутка, наверное, это только для того, чтобы по максимуму отдать вам ту энергию, то своё понимание построения нашего бизнеса, понимание того, на чём основывается успех, и понимание того, как можно выстроить правильно, грамотно наши структурные ряды, которые будут действительно давать хорошие результаты, и каждый человек в нашей структуре будет расти, развиваться и делать качество своей жизни, выводя на лучшую точку своего лучшего шедевра жизни. Поэтому именно это мы будем, в общем-то, в наших, во всех подачах преследовать, именно это мы будем сделать для вас. Поэтому сейчас я приглашаю на выступление первое нашего замечательного, крутого лидера из Дагестана, национального директора Марьям Умарову. Марьям, подключайся, я знаю, что Марьям ждут все, потому что это звезда, которая умеет зажигать сердца каждого человека. Всем добрый вечер, мне очень приятно быть тут и видеть вас всех, ваши сердечки, ваше тепло. Я хочу сказать, что уже такая сильная мотивация была от Светланы Заварухиной, что можно даже не продолжать. Но что сегодня будет на вебинаре? Сколько спикеров самых-самых-самых-самых. Поэтому берите все, вы просто сегодня поменяетесь тут и уйдете уже другими людьми, будете расти и процветать, я уверена в этом. И знаете, что хочется сказать? Вот жизнь порой может так ударить, но будь стойким, не опускай руки. Порой на ровном месте возникает кочка, но ты не споткнись, обойдешь тогда муки. Вся жизнь игра, она полна испытаний, но ты не сдавайся, иди только вперед. Порой приходится остаться не с чем, но знай, полоса темная в жизни пройдет. Верь в себя, иди вперед, помни, тебе во всем повезет. Верь в себя и не сдавайся, хоть и трудно, но улыбайся, надо идти вперед, не сомневаясь. Надо уметь жить на этой грешной земле. И этой жизнью порой наслаждаясь, когда находишь просвет во мгле, старайся со спокойствием решить все проблемы, выбрав верный путь средней одной дилеммы. Просто успокойся, верь в себя, и иди только вперед. И хочется сказать, вот сейчас все говорят, такое время, такое время, но нам это самое-самое время работать и начать свой бизнес. Любое предложение бизнеса или продукта нужно начинать выявление потребностей и искренне интересоваться человеком. И в процессе этого, когда вы общаетесь с человеком и спрашиваете, зачем, он думает уже, и он сам ответит себе на этот вопрос, зачем мне этот бизнес. Почему у многих не получается? Потому что они не знают, куда они пришли. А если человек знает, куда он пришел и какие действия каждый день делать, сегодня мы будем об этом говорить, то он пойдет вперед. Очень важно, вот 20% обучаться и 80% действовать, это очень важно. И проблемы, трудности, отказы, они есть всегда, везде, у всех людей. Без проблем человек не растет. И когда вот сегодня мне девушка пишет в комментариях, хватит уже этими деньгами махать там и делать акции. И если человек так написал, значит, ты в правильном направлении двигаешься. Если человек тебе ничего не пишет, значит, ты просто сидишь на мертвой лошади, так скажем. Если тебе пишут, если есть обратная связь, значит, ты в правильном направлении двигаешься и идешь только вперед. Вот, кого-то это будет бесить, но в конце до концов эти люди когда-нибудь будут с нами. Вот. И далее хочется сказать рекомендации для развития бизнеса и усиления вашего бизнеса. Сейчас, вот сейчас, вот сегодня, завтра, вчера, это самое-самое главное – работать. И максимум энергии и времени в бизнес вложить. Вот максимум энергии. Сейчас нельзя сдаваться, потому что наше время пришло. Оно пришло. Я думала, что это в прошлом году к нам время пришло, или по запросам. Это сейчас наше время пришло. И будьте терпеливыми, упорными. Помните о статистике. Только 3-5% людей, с которыми вы имеете дело, будут заинтересованы в продуктах компании и в бизнесе. Вот просто запомните, что статистика такая – это 3-5%. И не ограничивайтесь только своим городом. Очень многие говорят, я не хочу работать через интернет, я хочу работать с теплым кругом. Но теплый круг – это те люди, которые быстро заканчиваются. А интернет – это весь мир. Вы можете представить? Сегодня я зарегистрировала 5-6 человек из Кыргызстана. Вот, понимаешь, вот сидя дома, в Дылыми, непонятно где, далеко-далеко, сидишь и регистрируешь людей, сидя дома. Что для этого нужно делать? На что тратить время и что делать? В первую очередь – это реклама. Создайте входящий поток клиентов. Это заявки ваши входящие, где вам человек пишет. Здравствуйте, я хочу работать. Или здравствуйте, зарегистрируйте меня. Здравствуйте, я хочу… Это делайте входящий трафик. Как это делать? Во-первых, это активность в Инстаграм. Это 2-3 поста в день. И скажу так, 1 пост – это вот, если вы не ведете какую-то красоту. Вот просто. Есть я, нет я. Но если у вас нет 3 поста в день, грош – цена вашему бизнесу. Вот утром, обедом, вечером. Вы должны быть активны. Больше трех не нужно. И контент. Развивайте свой контент в трех направлениях. Это продающий, развлекательный и информационный. Об этом есть целая тема у меня на страничке в YouTube-канале тоже. Можете посмотреть и делать. И сторисы. Статусы. Статусы в WhatsApp каждый день – 10 минимум. И в сторис тоже. Очень многие говорят, как делать 100 баллов. Я на прошлом тоже рассказывала, 100 баллов можно делать деньгами других людей, построив, найдя себе клиентов из разных городов через интернет. Когда вы выкладываете разные корзиночки с продукцией, то на это люди идут и говорят, а как заказать? И ты на свое имя заказываешь. Очень многие не хотят регистрироваться, на свое имя заказываешь. А далее уже предлагаешь ему, скажешь, там есть и подарки, и акции, регистрируйся. В общем, 100 баллов можно и так делать, выходясь всегда. Далее запускаем вирусный флешмоб и марафон. Это три фотопродукции, одежда беля. Например, вирусный флешмоб, я его очень люблю, я его придумала сама и запускаю его очень часто. Это продукция, например, или продукция, или одежда. Недавно мы запускали с одеждой. И нужно там гармонировать красиво цвет. Тексты тоже я даю, хештеги самые известные выбираете. Вот самые-самые. Тексты какие? Тексты, которые относятся к этому продукту, к этой фотографии соответствуют. И хештег. Хештег один должен быть основной, где люди переходят, комментируют и ставят лайки. А остальные хештеги – это все известные города, известные. Вот рядом что у вас есть, это ваше окружение. И марафон. Вот сегодня мы не знали, что делать, и придумали с девочками марафон. 15 баллов, и ты участник. Можно деньги, банк любой, какую угодно сумму. Самое главное, чтобы это был командный марафон. Тут у нас цель – привить любовь к продукту и привить любовь к своевременному заказу. Мы его запускаем всегда в начале каталога. Это в первые дни. Далее. Важно быть настоящим лидером. Это очень важно, друзья, быть настоящим лидером. Если он не настоящий лидер, то он быстро потеряет команду. Вот лидер, он мыслит по-новому. У него всегда разные идеи. Он что-то придумывает, он что-то делает, он что-то выдвигает. И лидер начинает себя вести как лидер. Очень многие говорят, я говорю, я вот вижу тебе лидерский потенциал, там ты, я думаю, ты будешь лидером. Она, ой, когда я стану лидером? У них лидер в звании и лидер тут – это совсем другое. И самое главное, чтобы лидером был тут, а звание это будет потихонечку. Лидер никогда не ноет и быстро передает всю информацию. Например, любую информацию можно из этой информации сделать конфетку или сделать какашку. И если он настоящий лидер, он из любой информации сделает конфетку и красиво преподнесет это в группы. И всегда, наверное, девочки замечают, я никогда, любая ситуация, какой бы там, даже вот техническая какая-нибудь падка, я никогда не ною в группе. Я говорю всегда, ничего страшного, видите, сколько людей. Поэтому и зависает сайт. Поэтому вовремя делайте свои заказы и вовремя будьте активны. Вот это все очень важно. Человек вот настоящим лидером должен быть. Лидер прощает. Всегда прощаю любого человека. Лидер активен и лидер несет людям мир и добро. Вот прочитайте то, что на слайде, и подумайте, лидер я или нет. Если нет, нужно менять себя. И вообще, если будет какая-то травля, какие-то хейтеры или что угодно, старайтесь или молчать, или просто позитивно улыбнуться и решить ситуацию. Далее. Никогда не останавливайтесь за шаг до успеха. Единственное, что ты должен бросить, вот единственное, что ты должен бросить, это сдаваться. Сдаваться можно, это очень легко. Сдаваться и разводиться можно за пять секунд. А вот сохранить, сохранить то, что создано, и идти вперед, это не всем дано. А успешными в любом случае будут только те, кто верит в себя и в продукт, который приносит людям пользу. У нас просто уникальный продукт, который приносит людям пользу. Экологический и супермышный, так скажу. Очень крутой. Я... А, вот. Это очень важно тоже. Только ежедневная работа, постоянные действия приведут к исполнению вашей мечты. Часто слышу, у меня слабая команда. Ищите новых. В ваших руках весь мир. Если лошадь сдохла, слезьте с нее. Не сидите и не ждите, пока она пойдет. Она не пойдет. Просто слезьте и найдите себе другую лошадь. Вот. Помните, что когда-то вы пришли в этот бизнес один и построили все это. И поэтому один... И если даже в команде один бизнес-план, один каталог, одна компания, но почему-то не все национальные директора, международные директора, старшие международные директора порталов. Вот. Почему? Меняйте мышление и действуйте. Вы сможете. Если... Вот в прошлом каталоге в моей команде, у Руфины, вот я здесь ее вижу, у Руфины в команде вырос золотой директор. Недавно она открыла серебро. Глухонемая девочка. Почему? Потому что она не слышит всю эту ерунду в мире. И она идет только вперед. И она летом открывает все звания. У них выросла в прошлом каталоге, в позапрошлом вся структура глухонемых девчонок и ребят, которые растут и процветают. Почему? Потому что они не читают ленту в Инстаграм и всякую ерунду. Просто хочется сказать, друзья, все пройдет. Все пройдет, но важно, с чем вы будете завтра. С чем... Вот многие, кто со мной пришел, они сдались. Сдались и сказали, ой, мы не сможем. Нет, это ж так тяжело. Нет, это... Нет, людям с людьми общаться. Нет, это не мое. А сейчас они пожалели об этом и говорят мне, почему ты нас не заставила работать. Но заставлять тут невозможно. Тут только вдохновляешь, мотивируешь. Кто берет, берет. Кто не берет, это уже их проблемы. И все. У меня есть время? Все. Я вижу, что все мне говорят. Спасибо огромное всем. Дальше у вас следующий... Огромное спасибо, Марьян. Вот действительно слушаю тебя и понимаю, как много полезного за такое короткое время. Ты просто отдала с удовольствием. И, конечно же, вот каждое слово, которое говорила Марьян, это для того, чтобы вдохновляться. Это для того, чтобы делать. И поэтому вот эти действия, вот эту замечательную нашу девушку приводят всегда к результату. Поэтому, Марьян, мы тебе желаем еще большого взлета, успеха и роста твоей структуры. Спасибо большое. Ну и сейчас мы приглашаем следующего нашего спикера. Это Мирлана Батырханова, элитного директора из Киргизии, город Ош. Мирлан, заходи. Я буду очень рада увидеть тебя уже в Инстаграм. Мирлан уже заходит. И Мирлан уже с нами на связи в Proof.me. Мирлан, я тебе не даю слово. Давай. Ага, приветствую всех. Дорогие друзья, привет. Привет всем. Хорошо. Слышите ли вы меня вообще? Дайте мне, пожалуйста, быстро обратную связь. Все хорошо. Ну, тогда поехали. Отлично. Да, действительно, Марьян права в том плане, что все зависит от нас. И сейчас я затрону тоже, продолжу тему лидерства. И большинство людей, когда задаются вопросом либо себе, либо другим, они говорят, кто такой вообще лидер. Они говорят, это тот, кто ведет за собой других. И много других, других, других качеств. Говорят, да. На самом деле, когда мы изучаем эту тему, мы наталкиваемся на то, что на самом деле лидер, это не обязательно должен быть честным. Не обязательно должен быть каким-то ответственным. Самое главное качество у лидера – это обычно позиция лидера. То есть вот это, я когда узнал, это для меня была новостью, великой новостью. Я понял, что, оказывается, лидерство не зависит от того, какой ты есть на самом деле, какой ты по характеру. Это все зависит от нашей позиции, от нашей точки зрения, от нашего возгляда на мир. И когда я вот это понял, действительно, это послужило большим толчком и изменением в моей жизни, в моем бизнесе и вообще в моей карьере. И хочу поделиться этим. Знаете, лидерство – это позиция. Именно поэтому в школе, в университете, допустим, если мы в школе были лидерами, возможно, было такое, что мы в универе перестали быть лидерами. И тогда я понял, что, оказывается, человек лидером становится тогда, когда он говорит себе, я хочу взять позицию, когда все зависит от меня. Все зависит от нашей позиции и лидерство – это на самом деле позиция. Если мы говорим себе, я хочу изменить эту ситуацию, то мы становимся лидерами. Если мы говорим себе, что это не я виноват, это тот виноват, это вот сейчас коронавирус или кризис, вот именно поэтому у меня жизнь такая. Или я не в той семье родился и так далее, то мы перестаем быть автоматическими лидерами. И поэтому все зависит только от нашей позиции. Именно сейчас применимо к этой ситуации. Я думаю, возможно, кому-то это будет подсказкой. Понимаете, если мы себе говорим, что все зависит от меня, все в моих руках, то автоматически мы становимся лидерами. А в нашем бизнесе для того, чтобы достигать успеха, если помните, кто читал книгу Киосаки, может быть, знакомый с собой книгой «Бизнес-школа». Он в своей книге говорит, если вы хотите быть владельцем бизнес-системы, то есть человеком, у которого есть и свобода, и бизнес, то, что дает наш бизнес, то он говорит, обязательным качеством и свойством это является лидерство. Это обязательно то, что нужно изучить и то, что нужно обладать. Без этого невозможно стать хозяином какой-то бизнес-системы. И как раз в нашем бизнесе тот, кто выбирает позицию лидера, они как раз таки, как раз Марьяна говорила, что почему-то кто-то становится национальным международным директором, а для кого-то даже стать директором – это сложная задача. Все из-за чего? Из-за того, что мы еще не поняли, что в этом бизнесе нужно взять позицию лидера. То есть взять в свои руки ответственность, что результат в моих руках и что результат только в моих руках. И кто и никто вместо меня или за меня ничего не собирается делать. Никто вместо меня не возьмет мою жизнь и не изменит ее. Никто вместо меня не сделает так, чтобы я оказался на сцене с большими чеками. И когда мы все это начинаем понимать, мы начинаем действовать по-другому. Поэтому у нас действие, поведение сильно начинает меняться. И вот когда… И следующий параметр, то, что вы на слайдах видите. Лидерство – это не только тогда, когда за вами люди уйдут, но и тогда, когда нам не приходится толкать нашим вышестоящим лидерам. Что мы сами себя можем толкать, мы сами себя можем подталкивать. Это и есть лидерство. И когда мы это начинаем понимать, мы начинаем по-другому действовать. Лидерство – это ответственность не только перед другими, но и перед самим собой. Поэтому очень важно, когда мы начинаем понимать и начинаем действовать, исходя из этого. И когда мы понимаем эту точку зрения, либо не понимаем, мы всегда можем быть в двух позициях. Позиция жертвы и позиция победителя. Лидер – это тот, кто встал в позицию победителя. Чем они отличаются? Жертва говорит, я не везучий, мне не повезло, у меня ситуация такая, я не в том городе. Либо я в селе, либо я в большом городе. В большом городе людям нужны большие доходы. А когда я им рассказываю, они смеются над доходами директора, к примеру, или вице-директора. Или говорят, что это слишком долго. А те, кто живут в селе, в деревне, они говорят, ну, знаете, у нас люди бедные, они не могут купить себе. И именно поэтому у меня не получается стать директором. Это позиция жертвы. И человек, который становится в позицию жертвы, естественно, он встает в такую позицию, когда невозможно изменить эту жизнь. То есть ничего не сможем изменить в такой позиции. Если же мы берем позицию победителя, то мы начинаем понимать, что все в наших руках мы можем изменить. И вот на наших слайдах, вот примеры, например, тот, кто встает в позицию жертвы, он говорит, что, например, если на улице где-то потеряли деньги, он говорит, мой кошелек обчистили или меня обчистили. И так далее. Тот, кто взял позицию победителя, он говорит, я позволил обчистить кошелек. В смысле, я мог бы не позволить, я мог бы все это проконтролировать. Именно я не проконтролировал. В следующий раз, если я вот так сделаю, то я смогу проконтролировать. Соответственно, это можно изменить. А тот, кто встает в позицию жертвы, он говорит, у меня не получилось. Тот, кто встает в позицию победителя, он говорит, я не смог или не смогла этого сделать. Это означает, что если я изменю поведение или действие, у меня может начать получаться. То есть все в моих руках. А тот, кто встает в позицию жертвы, никто ничего не купил, никто ничего не купил. Тот, кто встает в позицию победителя, то есть этим мы можем сознательно управлять. Если вдруг мы в своей голове встречаем, то у нас идет мысль о том, что мы на автомате можем все это изменить и сказать, я не смог продать, я не смог предложить, я не смог заинтересовать. И мы можем все это. И чаще всего новички как раз таки, когда еще не уверены в себе, по причине того, что еще не уверены в себе, еще не полностью верят в этот бизнес, в эту индустрию, обычно большинство новичков, я тоже был когда-то в такой позиции, мы можем как раз впасть в эту позицию, позицию, и вот такое небольшое упражнение. Вот посмотрите, можете сделать скриншот этих слайдов, мои люди ничего не покупали, в данном случае можно задать себе вопрос, что я сделал или сделала, чтобы мои люди начали покупать продукцию, и что я могу сделать, чтобы они начали покупать продукцию. То есть, вот с помощью этих слайдов вы можете превращать все ваши мысли, которые загоняют вас в позицию победителя. Кстати, кому интересно более подробнее, на моем канале есть полноценное обучение, называется «Почти люди». На YouTube-канале можете полноценно посмотреть, но сейчас мы вкратце пройдемся, чтобы лучше раскрыть нашу тему с вами. Итак, следующий пример – это «Мои люди не работают». Вот когда у нас есть структура, мы начинаем говорить, вот почему-то они не работают, а вот они из-за этого у меня работа упали, мои люди не работают. В таком случае мы можем задать себе вопрос, а что я такого сделал, чтобы они начали работать? И что я такого могу еще сделать, чтобы они начали действовать, работать? И задавая такие вопросы, мы можем превращать или переходить из позиции жертвы в позицию лидера, в позицию победителя. Так, следующий. И мы говорили, что как мы можем также начать управлять? Мы говорили, что лидер – это прежде всего тот, кто умеет вести себя, прежде всего. И только тогда мы можем уже вести за собой других людей. И для того, чтобы лучше начать вести себя, мы можем вот эти шаги записать. Запишите первый шаг – это чувствовать ответственность перед заданием наставника. Например, если у вас есть наставник, который задает вам задание, или какие-то обучающие видео, в которых ваши наставники задают вам задание, взять ответственность, что выполнить это задание в моих руках я обязательно сделаю, так как это приведет меня к таким результатам, к таким изменениям моей жизни. И очень важно, чтобы у меня был момент, когда садишься в соцсети и начинаешь рекрутировать. Это так замутно, это так долго, это так неприятно, потому что ты все время получаешь отказы, ты не трачешь время, переписываешься, пытаешься достать номер телефона, и этот человек отказывает, и ты теряешь мотивацию. В таких случаях очень важно всегда задавать себе вопрос, ради чего я это делаю. Придется ли мне это всегда делать? И что произойдет, когда у вас будет в структуре, допустим, 100 человек, или 50 человек, или 20 человек, которые будут делать то же самое, что и вы? Какие будут масштабы? И в этот момент у вас сразу появляется желание делать все-таки это задание с большим желанием. Следующий шаг – это умение чувствовать ответственность перед своими целями, плами. Вот то, что мы сейчас говорили, да? Начать представлять, напоминать себе, для чего мы это делаем. И тогда у вас появляется желание больше ответственности брать на себя за результаты. И следующий шаг – это ответственность по вопросу саморазвития тоже задавать себе, постоянно саморазвиваться. Так как поначалу, как мы будем делать, или вы освоите какую-то, допустим, новые технологии, новые варианты построения бизнеса, это, например, онлайн технологии, да? Поначалу все время перебаривать себя. И в этот момент, и для того, чтобы достигать новых результатов, в любом бизнесе нам постоянно приходится нарабатывать новые навыки, новые способности. Да, Мерлан чуть-чуть вылетел, сейчас он буквально присоединится, немножко у нас тут, он так торопился. Сейчас чуть-чуть совсем. Сейчас он перезагрузился. Сейчас буквально чуть-чуть. Часть людей отпадет, часть людей не поверит во что-то. И очень важно помнить, что лидеры всегда продают будущее. То есть лидеры они продают, а в Инстаграм все хорошо, да. А лидеры… Так, сейчас, секунду еще. Да, у нас что-то в Кыргызстане последние время интернета, особенно по вечерам. У нас сейчас 8 вечера, и это дает знать, все сидят в интернете. И, значит, когда мы ведем, пытаемся вести других за собой, очень важно помнить, что лидеры продают то, чего еще нету. Они продают будущее. Если мы хорошо продаем будущее, люди начинают идти за идеей. И очень часто на лидерах задают себе такой вопрос, или нам задают вопрос, а как мне звать людей, когда у меня еще нету дохода? Вас можно понять, у вас есть доходы, результаты, вам легко звать, а мне на что звать? И в такие времена очень важно помнить, что мы лидеры всегда, когда мы начинали то же самое делать. В любую сферу лидеры зовут на будущее, они продают будущее, они продают перспективу чего-то. Например, когда-то не было коммунизма, и коммунисты строили партию, зовя на этот коммунизм. И действительно наши родители жили в неком строю, который был, наверное, похож на коммунизм, либо был коммунизмом. А когда-то Генри Форд говорил, что в каждом доме мы поставим по одной машине. И действительно, это сейчас правда. Когда-то Бенгейтс говорил, что мы в каждый дом поставим по одному компьютеру. И это действительно сейчас правда. А когда-то он свою команду звал людей именно этим девизом. Так, ой, спороже. В ПРУФМИ. Так, я вроде сейчас уже в... О, есть. Здорово. Здорово. А что звать в наши люди? А что звать в наши люди? Здесь очень хорошая притча. Наверняка больших из нас слышали притчу, где говорится, что человек хотел изменить жизнь, многих других людей, изменить мир, но у него не получается. Он собирает симпозиум, он говорит, что мы собираемся вот так измениться. У нас время все, да? Светлана? Да, да. Ага. Завершай. Я сейчас расскажу и все на этом. Значит, и он пытается изменить, но еще не происходит. Дальше собирает он всю страну, собирает, что вот так мы собираемся измениться. Проходит какое-то время, никто не меняется. И собирает уже свою область. Собираются все, все вроде согласны, все, будем вот так жить, вот так будем делать, вот так будем действовать. Ничего не меняется. Дальше он понимает, что у него не хватает просто сил изменить свою область. Берется за район, такая же картина. Берется за своим микро-район, такая же картина. Берется за улицу, вся улица собирается, все согласны вроде, но никто ничего не меняет. Он понимает, что не хватает сил, хорошо, если я никого не могу поменять, давай-ка я хотя бы шину попытаюсь изменить, сделать другой, да, и рассказывает, что она согласна, но еще не меняется, тогда он бедный такой уже разочаровавшийся, думает, давай-ка я попробую сам это сделать, и он начинает сам делать, шина в виде этого начинает меняться, таким образом меняется микрорайон, и начинается меняться вся страна. Вот точно так же мы можем менять свою команду, когда вы что-то начинаете, всегда в команде будут люди, которые не делают ничего, а будут люди, которые что-то делают, если из вашей команды хотя бы один человек делает, это уже крутой прорыв, именно вместе с этим человеком вы собираетесь стать командой, именно вместе с этим человеком вы сейчас играетесь построить команду вашей мечты, именно с этого одного человека все начнется, поэтому, если за вами люди не идут, ничего страшного, самое главное, что вы идете, И вы обязательно найдете хотя бы одного человека, который пойдет за вагой. И когда этот человек добьется результата, у меня такая же картина была, когда 3,5 года назад я вернулся в этот бизнес, и именно точно так же было. И этот человек сделал результат, я начал продавать ее результаты, до этого я продавал результаты других структур, а теперь мы просто не успеваем продавать результаты нашей команды. Поэтому я вам желаю большого лидерского роста, если вы сейчас в такой ситуации, вы тоже можете точно так же сделать, хотя бы вдохновить одного человека в вашей команде, а потом вы вместе начнете достигать результатов, и вы будете вдохновлять вместе со своей командой всю вашу команду. Но затем вы будете, конечно же, вдохновлять уже, как наши крутые лидеры сегодня выступают, и другие люди на этом выступали, будете вдохновлять уже всю компанию. Желаю вам большого крутого лидерского роста, и желаю вам того, чтобы ваши лидеры тоже росли вместе с вами в ногу, со временем, сейчас время больших изменений, большого роста. До новых встреч, друзья! Успехов вам! Спасибо большое, Мерлан! Я просто... Сегодня действительно такой огонь эфир, и поэтому действительно вот такая вот вся ситуация... Так, что такое у нас? У нас что-то со всех сторон что-то идет. Я пытаюсь понять, куда у нас делать презентация. Так, все, отлично! Спасибо огромное, Мерлан! У нас прямая линия, поэтому в прямой линии всякое бывает. Ну вот у нас сегодня такой эфир, столько энергии идет от тех людей, которые действительно крутые, но они любыми способами пытаются вам донести то, что они хотели сказать. У Мерлана было столько много, чего он хотел донести, поэтому он торопился. Но это здорово, потому что мы действительно открыты и готовы делиться буквально всем, что у нас есть. Ну а сейчас на связь я к нам приглашаю Анну Кононову, старшего международного директора из города Кирова. Встречайте! Открытое звание, партнер, которое буквально остался один период. Анна, заходи! Буквально мы уже... Анну, я думаю, будем поздравлять по итогам уже восьмого каталога. Поэтому, Анечка, внимательно слушайте, передаю слово, и здесь Анна на связи с нами в Инстаграм. Отлично! Все, сейчас у нас пойдет эфир. Анна Кононов, аплодисменты, смайлики, звездочки, крипты, все, что есть. Так, сейчас я пойду. Как дела, как настроение? Хорошо, меня бесшло слышно. У нас такое сегодня нон-стоп. Я думаю, вы у нас замотивированы все. И сейчас, на данный момент, мы с вами поговорим о том, что же нужно делать в сетевом, чтобы достичь быстро хороших вершин, чтобы расти по карьерной лестнице. Я думаю, все мы сюда пришли не только за успехом, не только за мотивацией, но еще и за деньгами. Конечно, я вам могу сказать одно, да, то есть Светлана меня вчера попросила мотивацию, но, если честно, я люблю 80% действовать и 20% у меня идет мотивация, если честно. Вот, поэтому я вам скажу так. За 4 года работы мы купили 3 квартиры, мы объездили более 20 стран, и у нас все отлично. И того же самого я желаю и вам, чтобы у вас тоже и хотелось, и моглось, и чтобы вы все свои мечты смогли выполнить, исполнить, и чтобы вы, самое главное, гордились собой, и чтобы вами гордились ваши близкие и родные. Вот, ну что ж, давайте с вами поговорим именно о бизнесе. Конечно же, самое главное, когда к нам приходит новичок в команду, некоторые лидеры сами не уверены в компании и не могут… Так, у меня пропали слайды, Свет. Сейчас, секунду сейчас. Да, я листала, пропали, да, то есть и такое получается, что… Какое произошло. Да, залог стабильного роста, в общем-то, да, это как раз уверенность в компании. И мы должны с вами быть сами уверены в компании, должны быть убеждены, что наша компания самая лучшая. Это, во-первых. Во-вторых, мы с вами должны понимать сейчас на данный момент, что вот эту уверенность, которая идет у вас из сердца, вы должны передавать в глубину, в свою команду, в свою структуру и каждому новому новичку. Вот. И, конечно, давайте мы с вами поговорим, вот что я рассказываю своим новичкам в общих чертах о компании «Фоберлик», прежде чем приступить к бизнесу, да. То есть я это всегда говорю, если это не сказать, и просто зарегистрировать человека, просто кинуть акцию новичка, просто добавить его в чат к незнакомым людям, просто открыть ему обучение, получается, все вот это вот ломается, и человек уже не начинает обучаться, не начинает расти, не начинает работать, потому что самое важное у нас с вами получается упущено. Человек не знает, где он, да, и кем он может быть. А это самое-самое важное, где он, и кем он может быть. Поэтому сейчас мы с вами немножечко поработаем именно на эту тему. Итак, что я говорю своим новичкам. Компания активно развивается 2-3 года, написано много, но на самом деле это буквально 5-6 минут весь разговор занимает. Самый широкий ассортимент из всех компаний, развивающихся методом прямых продаж. Хорошее поэтапное обучение доступно каждому зарегистрированному консультанту, причем оно бесплатное. Далее есть программы с подарками, скидками, доступные только для зарегистрированных. Это, знаете, это классно. Когда я вот так говорю, они так, ого, да классно, вот у нас там внутренние акции скидки будут. Я говорю, да, 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 да. Вот, есть акции новым консультантам, стартовая программа «Полгода подарков», да, я так и говорю. Программа «Фаберлик Клуб» для всех, даже директорам подарки дарится, не только новичкам, да, то есть вы пожизненно будете получать подарки по программе «Фаберлик Клуб», если вы будете постоянно покупать. Также у нас есть вип-программа, по которой дарятся мультиповары, да, пылесосы, да, и так далее. Компания под нас регистрирует людей, помогает нам с товарооборотом, да, один-два новичка в каталог дает для тех, кто вип-консультант, да. То есть таким вот образом я вкратце обо всем рассказываю, да. Вот реально это 5-6 минут, все, что я вам говорю. И, конечно же, акции каталога. И вот я рассказываю, что недавно компания дарила телефоны, да, самые дорогие последние версии, дарила машины, да, то есть таким вот образом тоже рассказывают, да. Говорю, еще денежки дарят, там по 300, говорю, по 500 рублей, смотря, ну, смотря какие карточки, говорю, вам попадутся. Вот, и людей, конечно, это интересует, когда они понимают, что тут есть куча подарков, что компания надежная, стабильная. О, кстати, я еще говорю, что компания белая, легально официальная, что доход белый. И вот, кстати, вот про это я нечаянно забыла сейчас вам сказать. Ну, конечно, я рассказываю вкратце, что в компании есть бонус материнского усыновления. Также я рассказываю, тут пропали слайды, что у компании собственный завод, собственное производство. Потом, значит, говорю, что своя собственная лаборатория исследовательская есть, да, в которой есть 34 патента. Наш завод это, вот без слайдов сложно, а вот 35 тысяч квадратных метров идет наш завод, и 3 тысячи квадратных метров еще и швейный завод, да, светлыми местами поменял. Я заблудилась, извиняюсь, да. И далее у нас с вами идет хорошая система крупных денежных бонусов для бизнеса. Вот я так и говорю. Вот, да, то есть помимо основных выплат, это обязательно надо сказать, у нас с вами еще есть бонусы директорских статусов, бонусы квалификационные, бонусы быстрый старт и бонус стабильности, бонус развития. И сегодня я вам расскажу именно про быстрый старт, да, и начинаю спокойно рассказывать, да. То есть если вы за 8 каталогов откроете, допустим, директора, старшего директора, да, то вы получите первую премию 55 тысяч или 55 плюс 27, 500, да, или выше, и через полгода, через 6 каталогов еще такую же премию. Если вы не успеваете за 8 каталогов открыться и на 9 подтвердиться, то вы получите только один раз 55 тысяч. Людей это очень сильно интересует. Я это действительно каждому человеку, кто пришел на бизнес, рассказываю. Так, далее, значит, давайте с вами сейчас вот это уже пролистаем, да, это собственный завод, швейное производство у нас с вами, да, в Иваново, город Фурманов. И еще гордость такая, я всегда говорю, что в компании Фаберлик 8 миллионов семей, которые уже приобретают продукцию. Это круто, это значит, что нам доверяют. И всего 30% России, как вы видите, рынок свободный, ребят. Рекрутинга вот так, да, кто говорит, что, ой, компания 23 года, там, да, то есть, ну, бывает, да, всякие люди говорят, что, типа, компания не уже как бы, ну, заелись люди компании, да, что Фаберлик везде, все, тут так вот нет, да. Видите, по статистике всего 30% зарегистрировано в компании Фаберлик. Вот, далее, значит, и давайте с вами сейчас поговорим именно по бизнесу, как вот вы поговорили, да, с человеком. Он стал хотеть, да, еще больше работать в компании, чем до того, как вы с ним не разговаривали. Вот это можно преподнести разными способами, да, вот эту информацию. Можно снять видео, можно записать голосовое, одно и то же голосовое отправлять каждому человеку. Можно человеку звонить, да, можно человеку, к примеру, написать это текстом. Но это обязательно нужно сказать. Ребят, если вы это не скажете, человек не будет понимать, куда он пришел, где он, да, что с ним будут делать. Он не будет считать нашу компанию серьезной. Он будет думать, что это, не знаю, беготня там с сумкой на плече, да, бесконечная, да, и так далее. То есть человеку нужно сказать, что да, в компании Фаберлик можно продавать и есть, да, то есть люди и по 15, и по 20 тысяч зарабатывают, но это мало. Я вам предлагаю зарабатывать деньги больше. И я вас предлагаю бесплатное обучение. И вот когда человек, да, вот очень часто мне в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе пишут, меня мой наставник не обучает. Ребят, я вам полностью заявляю, что в компании Фаберлик можно абсолютно развиваться вообще без наставника. Вам наставник, ну, по идее, и не нужен, потому что компания Фаберлик предоставляет все материалы для работы. Компания Фаберлик полностью обучает вас рекрутировать, полностью обучает вас продуктовым вебинаром. Самое главное знать, где это брать, да, и где это анонсировать в своей команде. Даже если вам вдруг не повезло с наставником, это не вариант опускать руки и говорить, что у вас что-то вот не получается из-за того, что у вас наставники такие плохие. Вы пришли сюда ради себя, ради своей семьи, и вы должны делать все для себя и для своей семьи. Вашему наставнику, какой бы он ни был, ну, грубо говоря, наплевать на ваши мечты, если он пропал и вам не отвечает, и вы должны это понимать, да. Есть наставники, которые уже давным-давно не разбираются ни в чем, и им тяжело самим, да. То есть и поэтому у компании Фаберлик есть единое целостное обучение, в которое вы можете окунуться с головой, по которому у вас будет результат, и в этот результат можете пересылать своей команде. Компания Фаберлик ведет вебинары, а у вас есть свой чат, и вы в этот чат высылаете ссылочку, да, на вебинар. Вот как сегодня вы рассылаете ссылочку на вебинар. У вас должен быть свой чат, где вы все это будете анонсировать, переписываться, да, рассказывать последние новости, и, конечно же, ну, на какие-то человеческие темы общаться, да, там, не знаю, с днем рождения друг друга поздравлять и так далее, да, поздравлять с новыми статусами, делиться, у кого сколько регистраций было, кто какие подарки получил, да, то есть вот такой живой, нормальный человеческий чат у вас обязательно должен быть, и тогда у вас все будет здорово. И смотрите, когда под словом, да, Фаберлик предоставляет все материалы для работы, я имела в виду, что это все вообще, ребят, у нас с вами есть все. Отчеты, сайты рекрутинговые, фотобанк, разделы обратной связи и так далее, и так далее, и так далее. На постоянной основе проводится обучение, это вебинары, прямые эфиры и бот на телеграм-канале. Позже я вам прямо сюда вышлю ссылочки, в комнату Прюфми, на все вышлю ссылочки. Вот, далее у вас вы получаете после регистрации собственный интернет-магазин, и вот представьте, вы открываете по всем мирам, странам, городам, где есть сейчас компания Фаберлик, открываете свои филиальчики, да, кучу-кучу филиальчиков, эти филиальчики растут, развиваются, становятся директорами, они становятся благодарны вам за обучение, вам за коммуникацию от компании, и таким образом вы сможете расти, работать, развиваться. Вот мы, допустим, за 4 года с момента старта вырастили в своей структуре 24 директора в первой линии, а остальные директора, ну вот, да, остальные люди, которые уже под этими директорами, найдены этими директорами, да, и в итоге сейчас у меня больше 300 вот таких вот филиальчиков. И это здорово, ребят, это всего лишь за 4 года. Вот, поэтому давайте с вами работать. Так, далее, значит, полностью отвечают за логистику. Это очень важно. Очень многие боятся делать бизнес из-за того, что не то привезут, не тот размер, что я буду с этим делать, и мы полностью с вами рассказываем, что качество, доставка, бухгалтерия, да, то есть не надо платить за аренду, то есть это бизнес, который начинается не с минуса, это бизнес, который начинается с нуля, да. Это бизнес, когда вы находите 30 вип-консультантов, к примеру, в свою команду, и вы директором, да. Если вы хотите быть, допустим, золотым директором с более крупными выплатами, то вам нужно 3 ветки по 30 вип-консультантов, и вы будете золотым директором и тысячу личной группы баллов в бок. И, конечно же, всегда рассказываю, что Фаберлик выпускает более полутора тысяч новинок в год. И это действительно интересно, это действительно увлекательно. Также говорю о нашей географии. Это 40 стран мира и 8500 точек продаж. Шикарно, я думаю. Вот, ну и, конечно, я вам советую упаковать свой бизнес в поэтапную, понятную систему роста для себя. То есть, когда вы обучаетесь, вы можете создать себе что-нибудь, да, чтобы все вот это вот разложить по полочкам. Но об этом расскажет следующий спикер, мой любимый, дорогой наставник Николай Андрейко. А я продолжу вам рассказывать, где все это взять, если вы захотите сами составить свою систему. То есть, на сайте Фаберлик, если зайти под своим логином и паролем, все и есть для обучения и роста. То есть, смотрите, тут у нас с вами идет стрелочка. Она немножко сдвинулась почему-то. Но красненький квадратик и слово «бизнес». Да, я думаю, вы видите. Так, получится ли у меня порисовать, ребят? Аня, три минуты. Да, да, да. Вот, значит, вот эта вот кнопочка «бизнес». Если вы на эту кнопочку «бизнес» нажимаете, вы проходите далее в раздел. И в этом разделе… Ой, все срезалось. Слушай, Свет. В этом разделе вы увидите раздел «Новым консультантам». И тут вы будете видеть «Фаберликлуб», вип-программа, про которую я вам говорю, «Правила сотрудничества». И вы уже будете понимать, какие акции рассказывать в каких странах. Это тоже здорово. Я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. На сайте есть все. Далее мы с вами проходим… Когда нажимаем на кнопочку, так, минуточку, «План развития», да, то мы с вами попадаем дальше ступени лестницы успеха, бонусы директорских статусов, квалификационные бонусы, бонус «Быстрый старт», бонус «Стабильность», бонус «Развитие», бонус «Материнство и усыновление». Вот как раз всего лишь пять акций, которые вы можете действительно проанонсировать и действительно про них рассказывать. Потому что когда люди в моей команде узнают, что у нас есть даже бонус «Материнство и усыновление», они бывают в шоке. Они говорят, «Ба, какая классная компания, а какой резонным это все платить?» Понимаете сами меня, да? Вот. И еще, смотрите, у нас с вами тут пропал слайд «Обучение». Не вижу слайда «Обучение». Свет, ты что, удалила слайды у меня, да? Нет. Нет, все, да? Ага, еще не сохранила. Значит, и далее у нас с вами, вот смотрите, отлично, есть скриншот, да, вот кнопка «Обучение». И там, ребята, в этом обучении вы найдете все самое наилучшее, что бы вам хотелось вообще для своей команды. и вот это самое наилучшее вы уже будете упаковывать в свой курс, в свое развитие, потому что там есть все. Там есть платная обучающая платформа, да, на этой платформе вы можете приобрести шикарный курс, 50 баллов, 2000 рублей, есть курсы дешевле, но меньше, да, то есть я такой курс рекомендую, да, то есть период вообще вот сейчас в наше время это очень актуально. Что? Сохранить еще, перезайти придется быстро. Ага, сейчас это очень-очень актуально. Значит, дальше что у нас получается? Также вы там найдете обучение нашего бота. И вот как раз я вам все, все эти ссылочки сейчас хочу отдать, чтобы у вас они были, да. Я вам высылаю официальный YouTube-компании Faberlic, где проходит огромное количество вебинаров. Вы на него проходите. Можете добавить в закладочки, можете подписаться и нажать на колокольчик, и вам будут приходить оповещения, что начался прямой эфир. Буквально недавно было продвижение Instagram, а скоро будет в ВКонтакте продвижение, я сколько посмотрела по анонсам, да. То есть это очень круто, ребят. Знать, где брать обучение и обучаться вместе со своей командой, а потом это обучение обсуждать в чате, у кого что получилось, у кого что не получилось. Это шикарно, когда вы объединяетесь вместе и идете по направлению, да, вместе, да, к примеру, вот у меня получилось выгрузить фотографию, а у меня не получилось. А почему не получилось? И вы начинаете друг другу подсказывать, не стесняйтесь, наставники тоже не такие суперлюди, у них тоже бывают ошибки, они тоже бывают, что-то забывают, я вот несколько не боюсь признаться в том, что у меня что-то не получается, и мне моя команда очень часто подсказывает. Далее, всегда делайте так, чтобы на эти информационные ресурсы ваши новички подписались, то есть включите это в систему роста, чтобы у них была коммуникация с вами. Это очень важно. Почему? Потому что, если ваши новички потеряют мотивацию, но будут на это дело подписаны, и их будут обучать, компания Фаберлик сама за вас разбудит ваших новичков. Это круто, ребята. Нет ни одной такой компании, которая бы делала такие вещи. Понимаете меня сейчас? Это вас, вам просто нужно, пока человек еще, вот он, готов работать, у него боевой настрой, вам нужно просто дать все эти ссылки и сказать, подпишись на все ресурсы, на которых ты есть, чтобы следить за новостями компании. Там очень интересно. Новинки бывают вообще всякие разные, и ты будешь о них, обо всех знать. То есть, компания Фаберлик сама за вас будет проводить коммуникацию с вашими людьми, сама за вас будет частично вам помогать, частично работать. Конечно, компания Фаберлик на такое огромное количество людей, она не даст, как вам сказать, там, душевной теплоты, доброты, там, не поздравит, не обнимет каждого, да, за каждые 3%, но вы, это уже обязанность вашего наставника. Далее, ВКонтакте и Фейсбук. Сейчас я вам высылаю, вот, где вам удобно, ВКонтакте, Фейсбук, да, где вы есть, вот, тут, в принципе, одинаковая информация анонсируется. Далее, Телеграм-канал. Ребят, это новый Телеграм-канал, там выдается вплоть даже рекрутинговые, бесплатные лендинги. Рекрутинговые, бесплатные лендинги. Копируете ссылочку, переходите по ссылочке, попадаете в свой личный кабинет, осторожно с этой ссылочкой, заходите по своим логинам, паролям, копируете ссылочку в браузерной строке и везде делитесь. И люди, которые зайдут по этой ссылочке, там вот все красиво оформлено, там вот, допустим, акция новичка оформлена, с видео, все здорово, и они зарегистрируются у вас, даже если они пойдут гулять по сайту, помимо куда-то этого лендинга, да. Поэтому Телеграм-канал, Телеграм-канал, обязательно, обязательно подписаться. Копируйте ссылку и вставляйте в поисковике Телеграмма, да. Вот этот канал, Faberlic Official New, да, обязательно. Далее, значит, обучение от компании Faberlic, очень крутое обучение, там в конце, после того, как вы упакуете свой профиль, да, это и для ВКонтакта, в принципе, подойдет, да, и для одноклассников это подойдет, да, в какой-то мере, да, потому что везде качество контента, публикуемого вами, должно быть качественное, должно быть красивое, должно быть эстетичное. Вот этот Faberlic Studio InstBot, копируйте его, вставляйте в поисковик в Телеграмме и начинайте обучаться. Сама Озаренок вас будет обучать. Я думаю, не стоит рассказать, кто такая Озаренок, да, это очень дорогостоящий спикер, коуч и вообще-вообще-вообще. Ну и смотрите, ссылка на обучение на официальном сайте. Я вам сейчас скидываю ссылку на обучение на официальный сайт. То есть, проходя по этой ссылочке, заходя под своим логином и паролем, вы попадаете в раздел обучения, да, ребят, прям все ссылки себе сейчас сохраняйте. И когда вы туда попадете, вы увидите все, о чем я вам говорю. Вы можете купить обучающую платформу, вы можете увидеть вот этот вот Faberlic Studio InstBot. Это очень крутое обучение. Мы с нашей структурой прошли, у нас, если честно, прям глаза на лоб полезли. Я вам клянусь, вроде бы мы работаем в интернете давным-давно, но таких фишек, которые дает компания Faberlic вот в этом боте, мы не знали. И причем обучение идет как? Вот так показывают телефон, к сожалению, ну вот, мы уже не в прямом эфире, да, вот так показывают телефон и говорят, нажми сюда, нажми тут, и прямо, вот понимаете, прямо показывают. Это шикарно. Прямо поэтапно, по кнопочке, вот прям делают видео. Не просто говорят, сделай это, это на словах, а именно показывают, куда нажать и как сделать. Поэтому, ребят, удачи вам, роста, везения и во всем вдохновения. Я дико извиняюсь за то, что я не вложилась, да, но информация до такой степени важная, что мне бы очень хотелось вам дать побольше техники, именно техники. Все вы знаете, что я техник, я люблю результат, я люблю делать, и я желаю вам, я желаю вам, чтобы у вас все получалось, чтобы вам было море по колено, горы по плечу, чтобы у вас все было замечательно. Конечно же, я передаю слово своему любимому наставнику, которого сейчас это объявит. Спасибо, спасибо, мои дорогие, всем пока. огромная благодарность, Анна, тебе, роста, процветания, закрытие статуса в следующем каталоге. Я думаю, мы будем все тебя с большим удовольствием поздравить. Я сама не верю. Все, спасибо, убегай. Успехов и хорошего, мощного прорыва в этот коронавирус на новый статус. Это будет самое дорогое достижение, мне кажется. Спасибо, Анночка, большое. И сейчас, я, конечно же, приглашаю следующего нашего спикера. Это Николая Андрейко, старшего национального директора с Украины, города Черкассы. Поэтому, Николай, мы тебя ждем. Сейчас еще одна будет такая бомбическая штука, которая тоже будет очень полезной, очень важной, очень нужной. Николай к нам уже присоединяется. Итак, коллеги, сегодня действительно такой заряженный вебинар, заряженная прямая трансляция, потому что сколько топовых спикеров в одном месте, в одно время, наверное, еще в онлайне как бы не было. По крайней мере, на уровне компании Фаберли. И это действительно классно, потому что каждый спикер идет со своими какими-то фишками, эмоциями, своими взглядами, подходами. И, честно, вот чем меня в свое время зацепил Фаберли, тем, что есть вот красивые девушки, которые умеют красиво говорить, есть мужчины, которые приходят в бизнес до того, работают у нас совершенно в других сферах, которые не связаны ни с косметикой, ни с сетевым бизнесом. И каждый может себя действительно реализовать и получить действительно крутые результаты. Потому что буквально вчера у меня был прямой эфир с директором из Таджикистана, который в открытом статусе элитный директор, до Фаберли, он работал с лейсером. То есть вот банально как бы когда-то с лейсером, сейчас элитный директор Фаберли. Вопрос не в том, кем мы были когда-то, вопрос в том, кем мы есть сейчас. Это две разные вещи. И то, кем мы сейчас являемся, зависит в первую очередь, наверное, от того, что мы сейчас делаем. И для того, чтобы добиться результата, есть разные подходы. Можно работать личным брендом, можно запускать рекламу, но можно создавать систему. То есть я больше как бы человек такого плана, который сидит там, что-то себе делает на уме постоянно, и я что-то постоянно проектирую. То есть вот в чем тоже плюс Фаберли, что здесь человек, который, я за себя говорю, который не умеет продавать, но умеет организовывать. И это дает тоже хорошие результаты. Я помню, когда начинал, и там тогда с наставницей Станей мы тогда сидели и думали, вот классно было бы хотя бы 10 тысяч баллов, чтобы был в каталог, чтобы была хорошая зарплата. А сейчас так смотришь, ну, помимо 10 тысяч баллов, еще там несколько ноликов, и за миллион переваливает. все великое начинается с малого. Да, все всегда, каждый новичок, который приходит, он всегда начинает с нуля. И любой новичок, то есть я тоже когда-то был новичком, Света тоже когда-то недавно тоже была новичком, Аня была недавно новичком, Марьям была недавно новичком. Все мы когда-то были новичками и всегда с чего-то начинали. Для того, чтобы ваши, наши новички приходили приходили в бизнес и действительно получали результат, всегда должна быть команда. Если есть команда, все делать в разы проще. Приведу пример. Я частенько общаюсь с директорами и Фаберлик, и других компаний и часто встречаю таких лидеров, которые сами по себе умеют зажигать. Сами по себе действительно лидеры с большой буквы. Но в чем момент? Они быстро перегорают. Перегорают почему? Потому что тащат все на себе. Тащат на себе вебинары, тащат на себе обучение, тащат на себе проектирование какой-то системы внутри команды. И когда это все завязывается на одном... Так, коллега, меня хорошо? Не обращай внимания, иди дальше. А, понял. И когда просто лидеры завязывают все на себе, они рано или поздно пройдет год, два, три, они просто перегорают. Это не есть хорошо, потому что когда ты все делаешь сам, это очень сложно. Никогда... Вот приведу пример. Вот мы с Аней работаем вместе уже очень долгое время. И каждый из нас, вот у нас есть свои определенные фишки, которые делают нас лидерами, делают нас с нами такими, какими есть. Но если бы я, например, учился так говорить, как Аня говорит, то у меня бы энное количество времени уходило на занятия как бы по этому направлению. То же самое, если бы Аня занималась тем, чем я занимаюсь. То есть, ковыряла сайты, разбиралась в том, чем я разбираюсь, программирую и так далее. Ну, в Аня, наверное, точно бы Гриша поехала. Поэтому тут тоже надо как бы понимать, что когда вот друг другу идет помощь, делать всегда легче, делать всегда проще. И когда команда состоит уже не с одного человека, а с 10, 20, 30, 100, 200, 300, делать тогда все проще. Потому что, ну, один сделал что-то одно, то есть один кто-то сделал, например, картинки красивые по акции для новичков. Второй сделал хороший видеоролик по акции для новичков. Третий там позаписывал какие-то ролики по рекламу. Четвертый все это заложил в сайт. И так далее. Тогда это проще делать. И тогда действительно, когда есть хороший человеческий ресурс, легче действительно создать хорошую, сильную систему, которая дает результат не только вот сегодня, она дает результат на постоянной основе. Потому что это разные методы, разные подходы, разная информация, которая, ну, всегда всем будет интересна. Тем более, даже спикеры, даже лидеры, которые работают в одной компании, все работают разными методами. И бывает такое, что вот слушаешь своих обычных, просто директоров, и которые там вроде рассказывают обычные вещи, но бац, оттуда какую-то фишку взял. Это тоже классно, когда вот есть взаимообмен опытом, взаимообмен информацией между лидерами. Потому что, ну, мы всегда друг друга учимся. И, ну, это нормально. Потому что, ну, что-то я в Свету учусь, что-то Света у меня учится. Это тоже нормально. Потому что, ну, если бы мы просто сидели в четырех стенах, ничего не делали, нигде не показывались, ну, так бизнес бы точно не строился. И поэтому всегда, если хотите построить большую команду, если вы хотите построить действительно большую команду, то всегда надо работать именно командой, всегда надо работать вместе, тогда действительно будет результат. Ваша первая команда начинается с вашего директора, с ваших новичков, которые под вами, с лидеров, которые есть в параллельных от вас структурах. То есть все нужно объединиться и вместе делать и получать действительно хороший классный результат. Для того, чтобы организовать вот этот весь процесс именно в режиме онлайна, сейчас сделано вот все, что хочешь. Есть и мессенджеры, есть и Круфми, есть и Инстаграм, бери, организовывай. То есть любую систему можно запаковать по-разному. То есть система, например, марафона с элитой, это тоже по сути есть система, потому что каждый спикер чем-то по-своему уникальный. Каждый спикер, ну мы вроде бы все там в топе, с большими структурами, но у каждого совершенно свой метод. И это опять же таки плюс, потому что послушав каждого спикера, можно опять оттуда какую-то информацию взять. То есть я здесь показываю тот подход, который мы используем здесь сейчас у себя в команде. Хотя оно у нас постоянно меняется, потому что что-то всегда новое появляется, адаптируется, меняется. И в любом случае, если создавать команду в режиме онлайн, в режиме оффлайн, в любом случае должны быть личные чаты. Если в лидера нет личных чатов, с этим тогда проблема, очень сложно работать и собирать структуру. Должны быть тоже командные чаты, то есть это чаты уже более высокого уровня, со своим директором, где обсуждаются рабочие какие-то моменты. Должны быть информационные каналы. За информационные каналы я сейчас отдельно расскажу. И, собственно, должна быть обязательно система обучения, что когда новичок приходит к тебе в команду, у тебя должно быть пункт А. Вот как Аня перед этим говорила, вот ссылочки на официальные ресурсы Faberlic и вот это все должно быть. То есть вот здесь искать, вот там оно должно быть заложено. И то же самое, как бы это касается всех акций, всех возможностей, маркетинга, рекординга, то есть все это должно быть по полочкам разложено. Когда это все вместе под рукой, ну с этим проще работать. Это не надо где-то там искать или вот очень часто слышал раньше такую информацию, когда новички не с моей командой пишут. Вот мы там спросили своего лидера, своего директора, как сделать то-то, то-то, то-то. А директор говорит, вот идите ищите в Гугле. Ну это, конечно, тоже правильный ответ, но директор не должен никогда так говорить. То есть всегда должна быть поставлена пошаговая система. И если директор не знает, то в первую очередь директор должен идти и искать это все в Гугле или в Яндексе, кому как удобнее. Изучать информацию и давать, транслировать это уже на свою команду. И обязательно, конечно же, должны быть чат-боты, потому что, ну сейчас вот мир меняется, все меняется. И для того, чтобы работать с командой, особенно на, когда это команды не 5 человек, а уже там 1000-2000, для того, чтобы информировать по тем же акциям, должны быть как раз чат-боты. Они могут быть в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме. В Ватсапе пока нет, но скоро будет. В Телеграме, ВКонтакте, Фейсбук, то есть это те мессенджи, которые можно программировать и которые можно, опять же таки, запускать в работу. И их, в принципе, сделать уже с учетом того, что в том же самом Гугле энное количество инструкций называется просто, ну, бери и делай. И организовывать это, опять же таки, должны на уровне не новичка, который приходит, не лидера на 3-6%, это должны делать уже лидеры хорошего уровня, с директора и выше. Потому что, ну, это опять же таки те объемы, которые мы держим и те объемы, которые от нас зависят. По поводу градации информации. Очень важно, чтобы не было хаоса в работе, потому что когда хаос, это не есть хорошо. И хаос может быть в двух случаях. Первый случай – это просто отсутствие информации, это тогда просто режим ничего. И второе – это когда один чат и все вместе идет. Это тоже не есть хорошо, потому что когда надо найти какую-то важную информацию, ее в большом чате, где поток вопросов идет, немножко сложно. Поэтому всегда должны быть, вот очень удобно это организовать на базе мессендера Telegram. Всегда должны быть информационные какие-то ресурсы и в нашем случае можно делать в формате каналов. Когда на канале вкладывается какая-то важная информация, но это тоже не должно быть с позиции, что поток всех новостей, всю информацию, все вместе. То есть, бывает такое, что надо, например, чтобы было конкретно под рукой, чтобы не искать на более, скажем так, движущейся ленте. Вот есть, например, новостной канал. То есть, понятно, это вопрос по новостям, по акциям и так далее. То есть, сейчас новостной канал сделали на уровне компании Faberlic, то есть, тоже достаточно удобно. Зашел, увидел информацию, ту, которую надо. Вот, например, что ночью будет обновление сайта. То есть, сайт ночью с 11 до 3, по-моему, если не ошибаюсь, не будет работать. То есть, опять же таки, мы знаем, что в это время сайт не будет работать. Все вопросы сняты, то есть, это удобно. И в таком же формате можно делать каналы с полезной информацией, например, каталоги на Google или на Яндекс.Диске, акция новичка, инструкции, как оформить заказ, как оплатить заказ, разные вариации, как оформить через каталог, как оформить через приложение и так далее. То есть, все это должно быть. И плюс, если есть какая-то система по обучению, ее тоже можно запаковать именно через Telegram. То есть, тут уже, что касается, как запаковывать информацию, как запаковывать обучение, тут у каждого как бы свои подходы. Кому-то проще это просто хотя бы в Telegram делать, кому-то проще это на Word-овский документ. Мы, когда с Аней начинали 5 лет назад вот это все, скажем так, проектировать, у нас все это тогда уложилось в Word-овский документ. И это тоже была система, потому что пункт А, пункт Б, или точнее пункт 1, пункт 2, пункт 3, пункт 4 и так далее. Все было пошагово. С чего начать, куда зайти, куда нажать и где что находится. Сейчас, конечно, возможности больше и информации в разы больше. Поэтому в нашем случае как бы мы это сделали в формате сайта. Если не умеете, не получается, то есть это можно простенько сделать, ну вот, очень удобно в формате Telegram. Когда каждое какое-то задание или каждая информация, например, там информация по акциях и все, пункт 1, пункт 2, пункт 3, все это выложено. То есть мы сделали в формате сайта и у нас каждая кнопочка отвечает за более развернутую информацию. То есть есть вот стартовый тренинг, например, стрелочка слева направо. И если на него нажать, откроется вот такого рода информация, где находится вся информация по акциям от компании. То есть развернутая, если нажать на каждую кнопку, там или текст, или видео, или то, и другое вместе взятые, где находится самая основная информация. То есть коротко, по сути, по факту, где искать. То же самое по ответу на основные вопросы. Какие возможности дает компания, какие возможности дает команда, что есть в собственном команде. Это тоже обязательно надо подавать, потому что бывает такое, что лидер приходит, он хочет, вот, я хочу работать, дайте мне инструменты. То есть для него это тоже должно быть. Очень важно, чтобы было, за что конкретно платит Фабролит. Потому что многие сразу думают, что бизнес строится в формате, это купить там продукции на 10 тысяч рублей и потом продавать эту продукцию. Но бизнес на самом деле строится чуть-чуть по-другому. То есть для того, чтобы действительно был хороший, стабильный бизнес, надо приглашать людей в команду, которые и показывают им возможности. Возможности как с позиции покупателя, так и с позиции, собственно, ведения бизнеса. И когда вот это все, опять же таки, все находится в одном месте, это просто примерный план, это одна из кнопочек, которые есть. На самом деле там тех кнопочек штук 30-40, потому что каждая кнопка отвечает за свою какую-то определенную информацию. И когда это все, опять же таки, в одном месте, то есть тебе даже, когда новичок задает какой-то вопрос, вот ты зашел на нужную кнопку, нажал, скопировал ссылку, отправил, вот новичок, бери, смотри. Тут полностью вся собрана информация, все в одном месте. И тогда это, в принципе, в разы удобнее, в разы проще. Такой залог успеха, ну, для того, чтобы действительно добиться результата, должна быть вот то, о чем говорил, это должна быть команда, должна быть команда. Потому что если мы работаем вместе, если мы работаем, несколько лидеров собираются, они двигаются в одном направлении, у них идея, одна идея на всех, то, собственно, как бы рождается результат. Очень важно, чтобы это была тоже массовость обучения и очень важно, чтобы была организация. Потому что, ну, когда хаос в обучении, ну, сложно, сложно действительно выйти на какой-то уровень и собрать это все вместе. Когда все по полочкам разложено, это, ну, в десятки раз проще, ну, и, собственно, легче делать новые звания, новые уровни. Ну, и новичкам, которые приходят, тоже в разы проще подняться на хороший результат. Спасибо большое, Николай. На самом деле, да, действительно, Николай прям дал опять прям пакет или, скажем так, чемодан инструментов. Теперь нужно просто брать это и внедрять в практику, и тогда точно у вас все случится. Спасибо, желаем тебе роста, успеха, нового закрытия новых твоих статусов. И я думаю, что скоро мы встретимся на форуме и уже поздравлять будем друг друга с новыми достижениями в коронавирус, которые еще дороже. Спасибо большое. И сейчас у нас на связи сейчас Таджикистан Душанбе, национальный директор Фарангиз Джафарова. Я приглашаю Фарангиз, который уже ждет, не дождется своей очереди. И прям вот это наш такой маленький сюрприз. С одной стороны, Фарангиз не была заявлена, но мы не могли Фарангиз не взять в эту команду, потому что это та энергия, которая просто потрясает мир. И столько теплоты, душевности, сколько идет от Фарангиз, это дорогого стоит. Фарангиз, добрый вечер, давай сейчас еще в Инстаграм зайдем, где ты, я тебя не вижу. Давайте быстренько в Инстаграм, и мы тебе передаем слово. Так, Фарангиз, мы ждем. Встречайте, Фарангиз, опять ваши смайлики, ваши ручки махающие в Инстаграм и аплодисменты. Фарангиз, передаю тебе слово. Добрый вечер, Светлана, добрый вечер всем из солнечного и цветущего Таджикистана. Как меня слышно? Отлично. Отлично. Тогда с вашего разрешения я начну. Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами на три темы, очень быстро их постараюсь разложить. Это категория сетевиков, это сопровождение и о том, что нам мешает развиваться в бизнесе. Итак, категория сетевиков. Первая категория сетевиков, это случайные сетевики. Они попали в этот бизнес совершенно случайно, им нечего было делать, пришли послушать презентацию и зарегистрировались. Им кто-то рекомендовал поработать в сетевом бизнесе, и он подумал, ну, может быть, что-нибудь из этого получится. Я же ничего не теряю, все равно я покупаю губную пасту и шаблоку. Меня слышно? Франгиз, мы тебя в инстаграме будем показывать отсюда, потому что у тебя там сильно виснет, и тебя там не слышно. Поэтому говори, все хорошо, теперь я просто тебя здесь буду показывать. Хорошо, хорошо. И, значит, я же ничего не теряю, все равно покупаю губную пасту, и они регистрируются совершенно в наш бизнес случайно. Поэтому у случайных сетевиков нет амбиций, нет целей, они никуда не стремятся. Следующая категория сетевиков, это любители продукта. Они обожают продукт, и о продукте они говорят с таким восхищением, даже с восторгом, продают большим удовольствием. Когда о продукте рассказывают, такое создается ощущение, как будто бы это академик с регалиями рассказывает о продукции. Вообще, наверное, во всем целом мире нет людей, которые могут хвалить продукцию так, как хвалят сетевики. Если сетевик влюбился в продукт, то он так его опишет, что этот продукт на все случаи жизни поможет. И в этом случае медицина, аптеки, салоны красоты просто отдыхают. И таким сетевикам говорят, приходи на обучение по продукции, он придет. Приходи на обучение маркетинг-плана, он не придет. Так вот, любители продукта, они не строят команду, они не налаживают контакты. Им не нравится этим заниматься, это их слабость, которая сказывается на результатах. Следующая категория сетевиков – это сетевики-ораторы. Они любят сцену, они отлично выступают, они любят быть в центре внимания. И вы знаете, если вдруг, не дай бог, им не дадут выступить, они так сильно огорчаются, обижаются, у них настроение падает. И вообще порой они даже в депрессию впадают. Но часто у них не получается встроить команду. Или если даже она у них есть, то очень она слабая. Им не хватает терпения и характера. Следующая категория – это сетевики-няньки. Ну, это вообще бомба. Два-три человека они регистрируют, подписывают, но годами умудряются нянчить. И их можно как определить? Они очень сильно сюсюкаются. Ты мой сладенький, ты мой хорошенький. Вот завтра презентация будет, ты пойдешь, я тебе еще пораньше разбудить смогу. Еще хочешь, я за тобой заеду, да, и свой бизнес в оффлайне. Вот. И этим самым эти сетевики своих подопечных превращают в вечно невзрослеющих детей. Следующая категория – это продавцы. Это люди, которые любят продавать. Они любят быстрые и срочные деньги. Они не хотят, для них строить бизнес – это значит время впустую тратить на лишние разговоры. Но здесь существует одна проблема, да, их очень трудно дублицировать. Не все любят продавать и не все это умеют делать. Продавцы в команде делают очень хороший товарооборот, но многие потом устают от продаж и уходят из бизнеса. Помните, если вы пришли на бизнес, не увлекайтесь торговлей. Следующая категория – это вообще люди-праздник. Это сетевики-тусовщики. Особенные люди. Им нравится тусоваться, находиться в гуще народа. Они обожают публичные мероприятия. Вы их спрашиваете. Завтра мероприятие. Ты придешь? Конечно, приду. Послезавтра презентация. Будешь? Будешь. На ассамблею поедешь? Поеду. Еще спрашивают, а какая звезда будет? Потанцевать смогу? И они очень любят это делать. Вы знаете, кто-то ведь должен в нашем бизнесе кивать головой, когда мы читаем презентацию, соглашать. Кто-то должен хлопать. Вообще сетевики две вещи очень умеют хорошо делать. Это хлопать и фотографироваться. Это им так нравится. Это их оживляет, вдохновляет. Далее идут сетевики кукушки. По аналогии с кукушкой. Что делает кукушка? Оставляет своих детей в других, в чужих гнездах. И также очень много нас, среди нас, сетевиков, которые регистрируют и бросают на произвол судьбы тех, кому зарегистрировали. И эти бедные, как брошенные дети, туда идут послушать, сюда идут послушать. В результате вообще в бизнесе ничего не понимают и уходят очень огорченными и обиженными. И еще одна категория сетевиков – это влуждающие сетевики. Это люди, которые не удовлетворяются работой в одной компании. Они из одной компании в другую переходят. То им компания не понравилась, то у них наставник был, оказывается, нехороший. Порой такие сетевики за пять лет пять компаний меняют. Представляете себе? Но дело не в компании. Проблема в них, Самир. Скажите мне, пожалуйста, дорогие друзья, Может ли девушка, которая постоянно меняет мужей, Можно ли с нее воспитать хорошую жену? Вряд ли такая девушка станет счастливая. Еще знаете, влуждающие сетевики что говорят? Говорят, что, ну вы знаете, они меня позвали, Я, как всегда, не смогла отказать. Очень часто такое можно услышать. И последняя категория сетевиков, Это самые крутые, самые классные. Это профессиональные сетевики. Именно эти люди зарабатывают в сетевом бизнесе. Они хорошо понимают миссию сетевого бизнеса. Это духовные люди с богатым мышлением, Понимающие ценности в жизни. Они позитивны и дисциплированы. Дальновидные и мудрые. Нам их за ночь вести не нужно. Они четко понимают, что нужно делать. Так вот, надо понимать, Что все эти категории сетевиков Необходимы нашей команды. Хотим мы этого или не хотим. Но в нашем бизнесе мы с ними столкнемся. Для чего мы сегодня с вами Рассмотрели эти все категории. Потому что умение распознавать людей Делает нас подобными футбольному тренеру. Что делает тренер? Тренер, он может распознавать, Как использовать каждого члена своей команды. Когда хотят, чтобы футбольная команда победила, Они не берут футболиста, Не нанимают футболиста, Они нанимают именно футбольного тренера. Потому что он профессионал своего дела. И он знает точно, Кто какую позицию займет в команде. Это будет нападающий, Защитник, Полузащитник, Вратарь, Или вообще будет в запасе сидеть. И эти позиции он выбирает Именно каждому по его способностям. Так вот, наша задача в бизнесе Сделать все возможное и невозможное. Чтобы как можно больше людей Из нашей команды Стали профессиональными сетевиками. Потому что именно эти великие люди Добиваются наибольшего успеха в бизнесе. Но зачастую мы концентрируем свое внимание И начинаем сопровождать вместе с вами Неправильных людей. Сегодня классно сказала Мария То, что нужно слезть к лошади, которая сдохла. Но мы не Мы садимся на этом лошадь И мчимся к цели. Мчимся, но цель, она к нам не приближается. Даже не на шаг. И мы думаем, что случилось? Смотрим, а оказывается лошадь, она у нас сдохла. Но мало того, что мы увидели, что лошадь уже сдохшая Мы всеми силами пытаемся ее реанимировать. Так вот, друзья, нам нужно прекратить это дело. Важно как можно быстрее Слезть с лошади Которая нам никогда результата и подъема в статусе не даст. И в это время Те, кто смог бы стать профессиональным сетевиком Ждут нашего внимания. Но мы всеми силами Пытаемся реанимировать лошадь. Итак, я хочу сегодня быстро пробежаться Слайд о сопровождении Значит, как сопровождаем новичков Обязательно презентуем возможность Узнаем потребность Помогаем в разборе заказа Покажите выгоду новичку Он сразу вам начнет доверять Знакомство с сайтом Проведите экскурсию по личному кабинету Информируем о программах компаний Стартовая, накопительная ВИИ-программы Можно следующий слайд Сопровождение потребителей Важно И, кстати, я хочу сказать А, да Потребители Обязательно влюбляем в продукцию И так мы сделаем их лояльными Им больше не захочется другого продукта Опишите продукт как волшебное нечто Действительно, наша продукция волшебная Увеличиваем заказ Да, то есть Можно добавить в чат с продуктовыми Готовыми корзинами Где есть лучшее предложение Это сэкономит время и деньги нашего потребителя Информируем также о новинках и акциях Обучаем, как не платить за заказ свои деньги Вот это очень важно, дорогие друзья Когда мы их обучаем Как не платить за заказ свои деньги Как мы им говорим Вот у тебя есть любимые продукты Ты соседке расскажи Тот, кто онлайн, может об этом с восхищением Пост написать Друзьям, на работе, сотрудникам Она начинает этот продукт хвалить Или он Они начинают заказывать И что получается Она, видя эту выгоду Уже для себя берет продукт бесплатно И мы плавно, мои дорогие друзья Из категории потребителя Переводим его в категорию продавца Продавцам очень важно научить Продажам техники продаж Если вы не умеете сами продавать Можно им тренинг дать послушать И вы знаете, чтобы продавца Научить стать лидером Плавно перевести его в эту категорию То мы их должны обучить Как хотя бы 10 человек Обучить продавать другим Когда они начнут продавать Научат продавать продукт Своих, например, 10 новых консультантов Тогда они увидят выгоду По маркетинг-плану Это уже будет у нас старший лидер Он денежку почувствует И поймет, что я могу заработать Не таская на себе тяжелые сумки Или через интернет не продавая Вот, дальше у нас идет Сопровождение лидеров Рекрутируем на построении бизнеса Помогаем с определением цели Знакомим с маркетинг-планом Показываем, да, вот маркетинг-плану Когда обучаем, показываем Что с Фаберлик возможно достичь любой цели Вы можете показать свою объемную скидку Если у вас нет еще результата Расскажите, сколько зарабатывает ваш наставник Составляем индивидуальный план развития И вот прежде чем с человеком составить план Нам важно знать, какими ресурсами он обладает А какие ресурсы Это время, деньги и энергия Даем знания, совершенствуем умения И закрепляем навыки по формированию команды То есть, когда мы учим его, как строить команду Нужно выбрать удобный для него метод А не для нас метод, да Если я оффлайн, да, занимаюсь Но кто-то у меня захочет делать бизнес онлайн Пожалуйста, это же круто Значит, он идет в ногу со временем Он выбрал, я должна его выбор уважать Идем дальше Смоделируйте успех Научите человека составить карту своей мечты Визуализировать Афирмации писать И очень важно дублицирование, да Нужно сопровождать до тех пор Ну, пока человек не станет вашей копией Это очень важно Поясняем важность системы А система, это одни и те же действия постоянно Какая система в нашем сетевом бизнесе? Система приглашения людей Система обучения людей И система дублицирования и сопровождения Это очень важно Вот это нужно делать постоянно И важно плотно, очень плотно сопровождать своих лидеров Если на привилегированных покупателей мы тратим 5% времени 10% времени мы тратим на продавцов То 80% времени нужно тратить на своих лидеров Потому что это и есть наш статус в нашей компании И сопровождать нужно до тех пор Пока у лидера не появятся такие же ценности Которые есть у вас в голове Главное правило сопровождения И сопровождайте людей так, как бы вы хотели Чтобы сопровождали вас И теперь я хочу поговорить с вами о том Что мешает нам развиваться в бизнесе Итак, нет времени, нет денег, нет мотивации Лень, нет знаний, нет уверенности Нет веры и страх А теперь давайте с этим сегодня разбираться поподробно Как часто вы говорите эти фразы У меня нет времени на бизнес Вот когда его будет больше Тогда я и начну его развивать активно У меня нет денег Вот когда он не появится Тогда и посмотрим У меня нет мотивации для действия Вот когда оно появится Тогда и Ой, как лень Сегодня я уже ничего не хочу Вот завтра это пройдет И я не знаю, как надо рекрутировать Работать с командой Вот когда научусь тогда Я не до конца уверена Что у меня получится этот бизнес У меня нет 100% веры в себя В компанию, в бизнес Все эти фразы Все эти оправдания Которые мы хотим прикрыть Отсутствие нужных результатов А ведь это показывает Наше с вами отношение к бизнесу Давайте приведу пример И вы все поймете Представьте, у вас есть маленький ребенок Но кому-то это сегодня представлять не нужно Он у нас и так есть Вы своей головой понимаете Да, это мое дитя И я несу за него 100% ответственность Вы обязаны его кормить Купать, одевать Окружать заботой, вниманием Независимо ни от чего Скажите Будете ли вы говорить Своему ребенку Когда-нибудь следующие фразы Слушай Мой хороший У меня нет денег Купить тебе покушать Вот через недельку появится тогда и покормлю тебя. Слушай, мне лень тебя сегодня купать. Ну, обкакался. У-у-у! Ничего страшного. Потерпи до завтра. Обещаю, завтра я тебя точно искупаю. У меня нет мотивации покупать тебе камферсы. Убирать за тобой, кормить. Вот когда появится, тогда посмотрим. У меня нет времени тебя успокаивать. Поплачешь немножечко и сам успокоишься. У меня есть более важные дела. Нет у меня знаний, как тебя лечить. Сам как-нибудь выздоровеешь. Вот когда научусь, тогда и буду заниматься твоим лечением. И я не уверена, что смогу вырастить тебя и воспитать. Вы ведь так не говорите своим детям, правда? Так вот, дорогие мои друзья, ваш бизнес это ваш ребенок. И он также требует внимания, вложения денег, сил и энергии с вашей стороны. Любите свой бизнес, как свое дитя. Дорогие друзья, сегодня я хочу сказать вам, что для многих сейчас нелегкое время. Кризис в переводе с китайского языка это опасность и возможно. карантин может ограничить наше тело, никуда не выходить, но наше мышление никто ограничить не сможет, если мы сами себя не ограничим. Ведь именно мышление определяет наш успех. Наступило время перезагрузки, время, чтобы перевоспитать свое сознание, проанализировать свои действия и создать свое видение. Вы знаете, я очень люблю радугу. Для меня это сказочное и волшебное явление. Так вот, чтобы увидеть радугу, нам нужно переждать дождь, мои хорошие. Переждите дождь. Сегодня я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, любви, добра, счастья и гармонии. А еще, мои дорогие, вот что сегодня я хочу вам пожелать. Можно в следующий слайд? Я желаю вам генерального партнера. Я знаю, что вы сможете. Вы знаете, я думаю, что это сможет сделать каждый из вас. Потому что я хочу сказать, что успех это лестница. В нашем бизнесе это лестница, карьерная лестница компании Фаберли. И никогда на нее не взберемся, если наши руки будут у нас в кармане. Пора вытащить руки из карманов, друзья. И я хочу, чтобы сегодня как волной успеха нас накрыло. и чтобы каждый сегодня сидят по ту сторону экрана, неважно в какой стране, неважно на каком языке. Громко сказали, я генеральный партнер. Я хочу сказать, каждая мысль идет во вселенную. мы в нужном месте и в нужное время. В компании Фаберли все мечты сбываются. Вперед! Я призываю вас в действие. Вперед навстречу новым горизонтам. И всегда помните, что каждый человек в нашем мире крут. Вы классные и крутые. Вы были крутыми даже тогда, когда поплим появились в этот мир. Иначе бы вселенная не забивала голову насчет вас. На наш счет. Вы понимаете? У вас все получится. Я в вас верю. Верьте в себя, дорогая Светлана. Я сегодня заканчиваю. Я хочу сказать вам. Низкий вам поклон за все эти дни, за ваши старания, за ваши усилия. Я с вами познакомилась в Казахстане, Светлана. И с тех пор для меня вы эталон женственности и красоты. И сегодня я хочу сказать вам, что вы очень духовный человек. Для меня честь знать вас. Спасибо вам за все эти прекрасные дни. Я думаю, что вы, Светлана, есть достояние страны Фаберлиф. Спасибо вам. И вы каждому желаете. Сегодня я хочу вам пожелать. Многоуважаемая Светлана, от всей души и от своего сердца, хочу пожелать вам здоровья и счастья, чтобы в жизни и в бизнесе вам всегда сопутствовала удача. У вас столько положительной энергии и человеческих достоинств. Ваша интуиция и обаяние делает вас особенной. У вас очень много других замечательных качеств. Берегите все это. Оставайтесь всегда таким же душевным человеком. Гениальных идей вам и блестящих побед. Я думаю, что со мной согласится вся элитная команда и каждый, кто сидит по ту сторону экрана. берегите себя и своих близких. Люблю вас. До свидания. Спасибо большое, Фарангис. Я просто безумно рада, что у нас просто такая замечательная, вот красивая сейчас завершающая нота. У меня там еще два-три слова, я вам все равно скажу. Фарангис, просто большой привет Таджикистану, прекрасной солнечной погоды и хорошей прибыли в следующем каталоге, восьмом. спасибо огромное. И, конечно же, сейчас буквально немножечко еще, вот прям Фарангис уже такую точку хорошую поставил, но мне хочется еще, конечно же, обязательно дать вам что-то полезное и от себя, и я с удовольствием буквально немножечко добавлю ко всему сказанному всей нашей элитной командой. Прежде всего, запомните, что есть такие понятия, как тенденция роста и развития любой организации, есть уровень экономической активности. Сегодня, если посмотреть на наш бизнес, ну, как бы на сегодняшний только день, то да, вроде бы, вот только еще там 3-4 периода назад был рост, потом вот произошел такой необычный кризис, и у нас попадали у некоторых объемы, у кого-то это все зашаталось, но тем не менее, поверьте мне, если посмотреть на долгосрочную перспективу, на тенденцию роста долговременную, поверьте, что у каждого из нас на протяжении всей нашей деятельности, может быть, за какие-то отрезки нашей деятельности, можно сделать такую хорошую динамику роста, проверить по табличке, сделать просто таблицу, где у вас бывают взлеты, где бывают какие-то провисания, и где действительно бывают какие-то другие фазы, которые очень часто могут влиять на бизнес. И я буквально здесь сделала несколько картинок таких показательных для тех, кто в Инстаграме сейчас покажу, такие картинки показательные. Когда мы начинаем наш бизнес, у нас действительно горят глаза, и все новички, они приходят с большим азартом, с амбициями, с огромными желаниями, с новыми целями, с желаниями просто достичь тех мечт, о которых у них всегда были какие-то, может быть, пока только такие мнимые предположения, что они могут это сделать. Но, тем не менее, они включаются в нашу деятельность очень активно. И мы всегда говорим, везет новичкам, они очень много делают, и у них все получается. У кого-то не получается, но у кого-то сразу прям даже хороший объем получается, приглашают людей, у них получается действительно очень мощный и стабильный хороший рост. Но потом наступает момент, когда азарт начинает потихонечку сползать, и человек начинает смотреть на этот мир уже такими более реалистичными глазами, и у него начинаются иногда какие-то провисания, идет спад. И вот этот спад очень важно, до какой точки он будет идти. Потому что, когда у человека падают объемы, у него начинает пропадать настроение. А раз пропадает настроение, наступает уже такая точка, которая может дойти до депрессивного состояния, когда уже не знаешь, что делать, не знаешь, куда идти, не знаешь, что предпринять, что надо чему-то новому учиться, я ничего не понимаю. Наверняка у вас у многих были такие моменты. Так вот, после этой точки, помните, если вы не останавливаетесь, если вы несмотря ни на что идете и обучаетесь, да, трудно, новое всегда познается с какими-то трудностями, потому что иногда, да, ты не понимаешь даже о чем говорят, ты не понимаешь какой-то новый птичий онлайн язык, или какие-то новые термины, которые появляются в новой деятельности. Но все равно, когда вы начинаете обучаться, происходит оживление. Каждый день по чуть-чуть, каждый день по одной крупице какой-то добавляется в ваш большой багажничек. И там действительно происходит трансформация личности. Вы начинаете наполняться знаниями, практикой, опытом, вы начинаете общаться с людьми, которые начинают действительно смотреть совершенно иначе на происходящее, и они помогают вам почувствовать свою уверенность. Они начинают подбадривать вас и говорить, да, все получится, бывают такие моменты, когда провисание бывает. И это называется такая фаза, стадия оживления. Вы начинаете оживать и начинаете смотреть на то, что да, то, что вы еще вчера не умели, сегодня начало получаться. Да, то, к чему вы вчера только начали присматриваться, приглядываться. Кто-то первый свой прямой эфир начал проводить, и он провел всего на 5 минут. Кто-то начал какой-то постик выкладывать и какую-то не очень удачную фотографию, пусть она немножко была мутноватой, но он начал это делать, и у него начало получаться. Потом все лучше, лучше и лучше, и вы становитесь уже человеком, который набирает профессионализма. И этот профессионализм начинает вас формировать как человека уже с опытом, с умениями, с навыками. И происходит первый подъем, когда у вас идут первые результаты. И вот эти первые результаты дают вам действительно уже другое настроение. И вот здесь очень важно, посмотрите где-нибудь в Ютубе, посмотрите в Гугле, есть такие циклы Кондратьева. Они как раз и дают нам такой показательный пример, чтобы мы понимали, никогда не бывает только сплошного роста, всегда бывают разные циклы, разные периоды во временном отрезке. И я всем рекомендую, возьмите и положите, вот кто сколько работает в этом бизнесе, кто-то работает 20 лет, кто-то 15, кто-то 10, кто-то 5, кто-то год. Возьмите и положите вот этот промежуток времени, который вы хотите посмотреть, что у вас происходит за какой-то промежуток долговременный. Посмотрите, через распечатку у нас есть такая рубрика отчеты. В отчетах сейчас есть уже цифровые показатели, начиная с 2011 года. Мы буквально несколько дней назад начали с нашими директорами анализировать как раз вот эти отчетные периоды. И мы взяли с 2011 года все показатели по групповому объему, по новичкам, по количеству лидеров, структуре директоров и положили их на такую долговременную шкалу. Вот здесь очень важно понять, даже если у вас были какие-то падения, они все равно падали до какой-то точки. И наверняка эта точка не была ниже той, с которой вы начинали, когда пришли в нашу компанию или в сетевой бизнес. Вот я вам рекомендую построить диаграмму вашего развития и развития вашей организации с учетом циклов роста и падения. Потому что если посмотреть на долгосрочный вот этот долговременный цикл развития вашей структуры или вашего бизнеса, то вы увидите, что были первые небольшие результаты на рот, потом были какие-то провисания, потом были какие-то снова взлеты, потом вы приводили новичков, потом вы посещали мероприятия, обучение, у вас начинала повышаться ваша компетентность в нашем бизнесе и у вас пошел рост, у вас появились новые лидеры, вы приглашали новых людей, у вас пошли увеличения товарооборотов и ваши росты действительно вы увидите вот на этой диаграмме. Ну а если вы еще и попали в волну, которую организовывала компания, да еще и вы подготовились, проводили мероприятия, проводили семинары, проводили тренинги, обучение, посещали тренинги, обучение вместе с командой, то точно это был взлет и рост на самую высокую точку. Вот я привела здесь на слайде пример, просто как пример один показательный у драгоценного директора, вот мы взяли 11-й год и вот такой вот рост, посмотрите, все равно, если мы посмотрим даже на перспективу первых шести лет, это был хороший взлет до очень хорошего результата. Да, потом на 2 года пошло небольшое провисание, но это не падение в самую глубокую точку, все равно это выше, чем это было, когда человек начинал или когда пришел или когда решил заняться бизнесом. Но вот есть момент, когда вы должны четко понять, вот сейчас вы действительно пришли к тому, что это падение и есть максимальное ваше падение, или вы можете себе позволить падать еще ниже, еще глубже. Так вот, я всегда говорю, определите точку вашего дна, до которого вы точно уже не хотите падать. Вот есть предел падения, если предел падения вы определили и себе говорите, нет, вот это уже самое глубокое падение, которое может быть в моей деятельности, ниже я не допущу. И предприняли какие-то шаги, а сегодня прям была огромная кладезь информации для предпринятия любых шагов, ниже которых вы себе не позволите упасть. Это ваше дно. Вот уровень дна определяете только вы сами, никто другой. Если вы считаете, что это минималка, которая уже все не должна больше быть, и тогда дальше только опять вперед вверх, или я сохраняю, удерживаю, набираю новых людей, новую команду и взлетаю снова. Вот если этот момент вы для себя простроите, то помните, что у вас есть только два пути в этот момент, в этой точке принятия решения. Это точка невозврата, когда вы не можете вернуться снова к тому, чтобы сказать, а, я расслаблюсь сейчас, есть два только у нас пути, есть рост и есть деградация, провал на еще более глубокое дно, но провал на более глубокое дно, это, по сути, падение в пропасть. Не допускайте себе падения в пропасть, не допускайте себе того дна, который разрушит ваш бизнес, потому что вы его строили очень долго, может быть, вы вкладывали действительно огромное количество своей энергии, вы приглашали огромное количество людей и сейчас вы будете смотреть за то, как это все рушится, нельзя этого допускать. Помните, что провал и уровень дна определяете только вы сами, поэтому помните, что надо выходить как можно быстрее с той точки, которая оказалась точкой невозврата для вас. Определите эту точку невозврата и ниже падать нельзя. Я вам просто подскажу, поставьте себе такую задачу, как рекомендацию, как совет, построить план роста по пяти показателям с учетом тенденции роста анализа предыдущих лет. Да, иногда нужно сесть и проанализировать, где я что делала, на каких этапах, на каких временных отрезках, что это давало мне рост, что тогда было в моем ресурсном состоянии, в каком состоянии я была, когда это делала, какие обучения проходила, где была, на каких тренингах, на каких семинарах, в каком окружении, это очень важно. Сегодня я вот для себя просто смотрю на то, что вот этот марафон, будучи вот в этом окружении элитных директоров, он настолько заряжает и настолько не дает даже мыслить одной йотой негатива или какого-то внутреннего расслабления, неуверенности, какого-то страха, да ничего не поменялось. Мы обокружаем себя людьми, которые нас наоборот взбадривают. И я вот благодаря этому замечательному, уникальному, прямому эфиру с элитой Фаберлик сама зарядилась настолько, что у меня просто кипит энергия, я хочу очень много сделать. Мы очень много говорили с элитными директорами, что надо действительно от каждого друг к другу, что мы взяли, просто сейчас применить в практику. Это самое важное сейчас. Не надо сидеть, не надо ждать. Сегодня не время отдыхать, расслабляться или идти там, думать о том, что вот все плохо, я лежу на диване, работа нет. Да работа тьма, у нас работы просто непочатый край. Наша задача сделать так, чтобы каждый человек в нашей структуре почувствовал новый уровень жизни, новое качество жизни, независимо от того, какие перемены в стране. Поэтому, что нужно сделать, какая задача? Построить, еще раз повторяю, план роста по пяти показателям с учетом тенденции роста и анализа предыдущих лет. Первое, это выделить пять показателей приоритетных, влияющих на рост нашей структуры, на рост группового объема, на рост вашего статуса и на рост дохода. Даже если вы директор, у которого сегодня 3000 баллов, и вы просто своим новым статусом обозначите, пусть не драгоценный уровень, но, допустим, 10-15 тысяч объема личной группы, это будет тот ваш новый статус старшего директора, который будет с максимальным объемом продаж и с максимальным доходом, который вы себе сделаете. Набирайте новых людей, посмотрите, какие показатели здесь нужно очень четко проработать. Это количество новичков в структуре, это средний заказ, это возможность активизировать тех, кто может быть по какой-то причине где-то сидел и пока еще не знал, чем ему заняться. Сейчас другое время и возможно перерекрутировать этих людей. Может быть, сейчас они услышат, что надо действительно начать строить здесь свой бизнес, как тыл, который всегда будет закрывать, независимо от того, где человек работает. Это финансовая подушка безопасности, ведь наш бизнес это реально финансовая подушка безопасности. Выделите процессы и направления для развития вашей структуры. Выделите ключевых людей, команду для роста и развития. Кто с вами пойдет сейчас в этот путь на определенный срок, который вы поставите себе на то, чтобы сейчас подготовить хорошую платформу для взлета, ведь впереди лето. Лето надо не просто удержать, лето надо по минимуму сохранить все ресурсы и все показатели, какие есть, а по максимуму это сделать какой-то подготовительный этап к прорыву, это обучить людей, это вдохновить их, укрепить их внутренний стержень, это задать им какой-то мотив, расписать их цели и задачи, их мечты и вместе с этим проработать всех людей, которые в этот момент летом придут в вашу структуру и подготовить хорошую базу для старта в осенний период, потому что именно в осенний период вы просто будете удивляться, как вы собираете те плоды, которые вы сейчас закладываете. Определите зоны развития, ресурсы, технологии, которые сегодня просто выдавались и на протяжении всего нашего марафона выдавались вам вот от души всеми элитными директорами национальными, международными и старшими международными, практически уже партнерами, вот все вам отдавалось, средства, инвестиции, определите, сколько вы готовы вкладывать сегодня в ваш бизнес, потому что, как бы мы ни говорили, средства вложения нужны, и это ваши инвестиции в ваше будущее, в вашу будущую новую, счастливую, качественную жизнь, в жизнь тех людей, которые поверили вам и пошли вместе с вами за вами. Для запуска новой активной деятельности нужно подготовиться, поэтому технологии, ресурсы, зоны развития, инвестиции, команда, ключевые партнеры, это все, что вам будет способствовать в движении прорыва на новые статусы, на новые вершины, на новые доходы. Определите сроки и результаты, которых вы планируете достичь, какая вам необходима помощь и поддержка от наставников. Если нет непосредственного наставника в активной позиции, всегда есть вышестоящие наставники, всегда есть люди, которым выгодно, чтобы вы росли, есть компания, которая точно выгодна, чтобы вы росли, поэтому сегодня Анна Кононова сказала, где находятся все ресурсы, инструменты для того, чтобы вы могли использовать их в работе. И самое главное, запланируйте свой старт, учитывая подготовку необходимых ресурсов. Вот запишите себе, когда вы стартуете, а до этого время просто надо подготовить эту платформу. И я точно знаю, я уверена, что вы вот сделаете все для того, чтобы взлететь осенью. И когда мы с вами встретимся на форуме, вы подойдете ко всем нам и скажете, ведь я послушала ваших советов, ведь я действительно там увидел какой-то выход из того, что вы нам рассказывали. И я сделал за эти 3-4 летних месяца вот эту подготовку и рванул так, что просто взлетел. Я вам благодарен за этот прямой эфир и я вместе с вами стою на этой сцене. Я вместе с вами сегодня вот в этом празднике встречаю вместе новую годовщину компании Фаберлик. Я знаю, что это будет. Я верю, что каждый из тех, кто смотрел наши эфиры, точно сделает как минимум 5 шагов к своему успеху, а как максимум залетит на ракете и достигнет тех высот и тех новых званий, которые себе спланируете. Помните, в нашей жизни события играют огромную роль. Это совместное бытие. И такие мероприятия, как региональные конференции, форумы, семинары, выездные, структурные семинары, все мероприятия, которые проводят для вас ваши наставники, ваши лидеры, вы сами, это все события нашей жизни. Поверьте мне, события бывают разные, но независимо от того, какие это события. Коронавирус это тоже событие, то, что сейчас происходит в мире, это тоже событие, но каждое событие влияет на нас. Первое, можно с уверенностью утверждать, что все события, происходящие в нашей жизни, происходят для нашего личностного роста. Не важно, это негативное или позитивное событие. Это укрепляет наш дух, это укрепляет нашу веру, это мотивирует нас на то, чтобы мы не сидели и делали много того, чего мы себе, наверное, помечтали бы иметь в будущем. И здесь очень важная вещь. Второе, ничего не происходит так, просто так. И иногда требуется немало терпения для того, чтобы увидеть следующий этап, следующее звено цепи. Не всегда все события на момент их возникновения можно объяснить. Не менее важно, отпускать ситуацию людей. Но хотят люди уйти, хотят расслабиться, отпустите их. Пусть они поживут сейчас в этой своей расслабленной части жизни. Главное, что помните, всегда есть те, которые хотят и ищут вас. Они ждут вашего прихода. Они ждут, когда вы подойдете и скажете, я давно ждал тебя, я давно искал тебя. Приходи, мы вместе сделаем большое дело для своей жизни, для своих детей, для своей семьи. Так вот, не сопротивляйтесь приходу положительных изменений в свою жизнь, потому что эти изменения могут прийти в совершенно новой форме. Будьте открыты всему новому. Новые технологии пришли, новые онлайн-инструменты, берите их, изучайте их, способствуйте их продвижению в вашу структуру, обучайте этому тех, кто еще не понимает, зачем это надо, но вы-то знаете, зачем это надо. Поэтому события это трамплин в лучшее будущее. Поэтому помните, чем больше у вас разных событий в жизни, чем больше у вас событий даже в каждом дне, тем ярче вы проживете и интереснее свою жизнь. Празднуйте события в своей жизни. Сегодня прошел марафон, это событие, но есть люди, которые не понимают, зачем это надо. Ну и не надо, не надо с ними спорить, у них свой взгляд на мир, у них своя жизнь. Окружайте себя только теми людьми, кто будет тянуть вас выше. Просто жизнь уже полна теми, кто хочет тянуть вас вниз. Это всегда успеется. Вот, понимаете, вниз гораздо легче скатиться, чем подняться вверх. И мы вам желаем сегодня, чтобы вы никогда не сдавались. Помните такую фразу? Никогда, никогда, никогда не сдавайся, несмотря ни на что. Все в твоих руках. И ваша жизнь, она тоже в ваших руках. Она очень хрупкая жизнь. И поэтому, как только вы начинаете опускать руки, помните, что ваша жизнь может скатиться по этим рукам, упасть и разбиться. Берегите свою жизнь, берегите свое здоровье, берегите свое ресурсное состояние, жизненное состояние, которое даст возможность вам обеспечить свою семью тем лучшим качеством жизни, о котором вы мечтаете. Подарите своей семье то, ради чего вы все это делаете. И еще раз повторяю, празднуйте события в вашей жизни. Если у вас сегодня год, с момента того, как вы пришли в Фоберлик, празднуйте на полную катушку. Это год ваше восстановление. Если у вас 5 лет, празднуйте юбилей. Это ваши первые достижения. Не важно, сколько у вас сегодня по маркетинг-плану. Если это только 600 баллов, празднуйте. Да, вы прошли путь, который перевернул вас, возможно, огромное количество ваших мыслей и взглядов. Может быть, это вообще полностью смена нового окружения. Не важно, что у вас сейчас 600. Важно, что у вас будет завтра, через 5 лет и через 10. И вот сюда сделайте фокус и акцент. То, что метитесь, то и будет. Не размазывайтесь. Помните, что фокусировка, взгляд на одну точку и просто вот делание, делание, делание все равно приведут к результату. Говорят, вода камень точит. И если вы будете делать то, что вы себе запланировали, то, что вы захотели и сказали себе, я все равно это буду иметь, я все равно этого добьюсь, это обязательно случится. Поэтому самые великие события, это те события, которые вас радуют, вдохновляют и делают из вас лучший шедевр в жизни. Лучшая версия себя это создание своего шедевра из себя лично. Все остальное придет, все остальное сложится, все остальное будет как шлейф идти вместе с вами. Поэтому счастья вам, любви, процветания, здоровья, вам просто благополучия, финансового, семейного счастья, любви, красоты. Радуйтесь жизни, радуйтесь миру, который вас окружает. И помните, есть такая хорошая песня. Жизнь, она бывает очень разной. наша жизнь, но все равно она прекрасна, наша жизнь. Хоть она бывает пасмурной и ясной, наша жизнь, но все равно она прекрасна, наша жизнь. И еще есть такая хорошая песня. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. И надеюсь, что это взаимно. Я вас всех просто обожаю, люблю, целую, обнимаю и дарю вам любовь, которая есть в наших сердцах, в сердце каждого национального, элитного, старшего национального директора, международного директора, партнера. Все мы топ-лидеры, но все мы люди, которые действительно с любовью любят то дело, которым занимаются, ту компанию, в которой сегодня находятся, те возможности, которые сегодня идут, и тех людей, которые вместе, рядом, идут в этом пути. Поэтому огромная благодарность за наш марафон «Прямая линия» с топ-лидерами компании «Фаберс».